Чёрное зеркало В студии ведущей программы Евгений Киселёв Как всегда, мне помогает мой коллега Алексей Лихман И главная тема нашего сегодняшнего выпуска Затянувшийся политический кризис в стране Судьба Надежды Савченко, когда и как можно добиться её освобождения Печальная дата, вторая годовщина аннексии Крыма Ну и неожиданный уход России из Сирии Что это сулит, таит ли это какие-то опасности для Украины в будущем Вот об этом, обо всём мы сегодня постараемся поговорить При этом, позвольте несколько слов по поводу, как говорится, ведения собрания Знаете, одна короткая история, которую я вам хотел рассказать Когда давным-давно я первый раз выступал на американском телевидении И вот перед началом выступления мне дали такой маленький беспроводной наушник Тогда это было чудо И в этом наушнике, начав отвечать на вопрос ведущего программы Я вдруг услышал 45 секунд Потом 30 секунд Потом 15 секунд Потом я понял, что если за 15 оставшихся секунд не закончу свой ответ Меня просто вырубят из эфира Что и произошло У нас здесь, конечно, не Америка И мы не такие злые, как американские продюсеры Вы решили начать вырубать из эфира? Нет, но у меня всё-таки убедительная просьба ко всем с ним выступающим У нас к вам есть масса конкретных вопросов Постарайтесь, пожалуйста, на них конкретно отвечать Ладно? Поехали? Поехали Так, значит, у нас на сайте висел вопрос И я хочу попросить этот вопрос завести на экран Собственно, у нас было два вопроса Первый вопрос касался того, сколько Украина будет ещё находиться в условиях политического кризиса Да-да-да У нас сегодня программа начинается с черного экрана Ну, окей Значит, мы предложили такие варианты, ответы У нас ограниченные возможности, поэтому ответов мы можем предложить только четыре Ещё неделю, ещё полгода, всегда И отдельно для некоторых товарищей Помните, кто-то у нас, когда мы только начали обсуждать эту тему, да, Алексей? Кто-то сказал, подождите, какой кризис? Разве у нас есть какой-то кризис? Я думаю, этот тезис сегодня прозвучит в этом эфире неоднократно, потому что я вижу представителей одной из партий Тем не менее Как вы думаете, какие мы получили ответы? Всегда будет Всегда? Формально через неделю закончится, а вообще непонятно когда У нас украинцы не втрачают оптимизму, поэтому я думаю, что они подойдут тут с гумором Завжди переможи в этом опыту Ну хорошо, покажите, какие на самом деле у нас есть цифры Ну видите, только 7% сразу, сразу хочу обратить ваше внимание Там принимают версию о том, что в стране на самом деле никакого кризиса нет Чувство юмора уже исчерпано Чувство юмора уже исчерпано Большинство оптимистов Но все-таки четверть пессимистов, которые говорят, что кризис будет всегда Я, слава богу, к ним не отношусь, Алексей тоже, да, по-моему? Нет Не замечено Ну хорошо, и второй вопрос, пожалуйста Значит, давайте на второй вопрос мы посмотрим И послушаем ваши версии Ну, сейчас все разговоры о том, что все-таки какие-то договоренности То ли достигнуты, то ли почти уже достигнуты И вот все-таки разные версии договоренности, которые приведут к выходу из кризиса Арсений Петрович Яценюк останется премьером Вторая версия Будет новый премьер Имеется в виду при нынешнем При сохранении нынешнего состава парламента Третий вариант – это выход на досрочные выборы И не договорятся ни о чем Как вы думаете? Будет новый премьер Будет новый премьер, мы же оптимисты Люди надеются на то, что все-таки договорятся без всяких предвыборных компаний Как вы думаете? Знаете, в политике есть такое неписанное правило Тут найди виноватого вовремя Если ты не найдешь виноватого, то виноватым будешь ты Не-не-не, не так Тарас, не так Если виноватого нет, его надо назначить Либо второй вариант Если ты вокруг осмотрелся и не нашел виноватого, то виноват и ты В данном случае, если серьезно говорить, то люди, конечно, хотят видеть, что в их понимании премьер-министр – это тот, кто несет ответственность за экономику и за страну Поэтому они хотят видеть изменения, потому что изменения они не увидели Поэтому я думаю, что, скорее всего, надеются на нового премьер-министра, а второй где-то Яценюк останется премьером Господа, здесь присутствующие другие версии? Будет новый премьер, но останутся старые правила Второй вариант ответа Давайте посмотрим, результат тоже мы возьмем, наверное Цифры в студию Ну вот вы были правы, Тарас Вы были правы Почти половина проголосовала все-таки за то, что будет новый премьер Это означает, что почти половина принявших участие в голосовании на нашем сайте по данному конкретному вопросу Все-таки верят тем, кто говорит все Уже известно имя нового премьера И это имя станет всем известно буквально там через день-два-три Евгений, единственный у вас ответ Не смогут договориться и будут досрочные выборы Это практически одно и то же Поэтому если их сложить, то 40% уже близко Не, ну подождите Не смогут ни о чем договориться И это означает, что будут досрочные выборы Понимаете? Так я и говорю, что это одно и то же Досрочные выборы это все-таки какая-то договоренность Когда люди выходят Нет, это уже никакой договоренность Никакой не договоренность? Это значит полный развал Сторонний наблюдатель, как не участник непосредственного политического процесса Можно сказать, что не факт, что если не договорятся То будут досрочные выборы Я ровно об этом Почему? Потому что у нас, знаете, у нас гибридная позиция Гибридные способы поведения во власти То есть условно говоря, если говорить по факту То если сильно захотеть Там администрация президента, БПП, Народный фронт Они большинство найдут в любом случае И не факт, что в коалиции То есть это как в том анекдоте Вам шашечки или ехать То есть в принципе решение принято Это последний самый знаковый вариант Ну, самое знаковое событие Это когда было голосование по государству на бюджету Две фракции не голосовало из коалиции Но в принципе бюджет был принят То есть можно сказать, что уже тогда не было коалиции В данном случае я считаю, что критичное большинство Для принятия решений в парламенте, оно существует Но не факт, что в рамках коалиции То есть поэтому говорить о том, что это совсем так То есть как бы такая вот Не туда, не сюда Но решения в принципе могут быть приниматься Послушайте, а здесь присутствующие Меня тем не менее не могут напомнить А сколько времени уже прошло с тех пор Как Батьковщина и Самопомощь объявили о выходе из коалиции Ревно месяц Ревно месяц А означает это, что если быть точными То время Че наступит завтра 30 дней ровно завтра Завтра у президента з'является право Достроково припинити повноважение парламенту И оголосить парламентские выборы И это право у президента будет пермонентным Он его может застосовать в будь-який момент Когда решит это сделать Незалежно от того, какие будут находить Выходы из политической кризи Чи не найдут их взагалі И этот месяц, который прошел Треба было использовать на то Чтобы сформировать новую коалицию А не играть в игрушки Есть коалиция, нет коалиции Будет уряд, нет уряд Треба было найти возможности для компромиссов На жаль, час был взмирнован Впродовж всего этого месяца Андрей, что за синюю папку вы достали? А у него там, наверное, состав правительства Я хотел просто говорити мовою документов Потому что насправді питание про коалицию Это питание, че у нас взагалі в країне державный лад Че у нас, по суті, здействований Такий підкилимный державный переворот Потому что, когда мы не знаем, Чи существует в країне коалиция Это приблизно, когда мы не знаем, Чи существует в країне президент Чи существует в країне премьер-міністр Это то самое, потому что коалиция, это, сгідно Конституции Власне, тот элемент, який невидъемный В політичной правой системе И, власне, когда начались все эти маніпуляции И когда еще месяц назад На пленарном заседании Головующий не оголосил про распад коалиции Что он мав сделать после выхода Самопомощи Я направил главе Верховной Ради Пану Гройсману Простое звернение, где хотел Отримать ответы на три простых питания Первое. Надайте по прозвищам Перелик депутатів, який в коалиции Бо він же сказав, что, небо, есть коалиция Є там 237 Но, будь ласка, с прозвищами Кто эти люди Кто несе політичную відповідальность За ситуацию в государстве По-друге, это, власне, какие фракции Входят, потому что у нас в Конституции Читко написано, что саме фракции Формуют коалицию, а не окремые депутаты И надать копии документов Третя позиция Відповідь, яка вчора мне пришла Не от главы, а от первого заступника Керевника аппарату за доручением Голови Верховной Ради Вона просто фантастична В ней констатуется, что Верховная Рада в обличии Аппарату Верховной Ради Не знает ответы на вопрос, Чи есть коалиция, или нет Тобто, не каже, что есть Не каже, что нет Каже, мы не знаем А кому вас от футбола или вас Тобто, нет Мне порадили Звернутися до керевных органов Коалиции депутатских фракций Которых не существует Но перед тем сказали, что Три фракции И семь окремых депутатов Из коалиции вышли Тобто, фактически, тут засвечено Что коалиции не существует Но говорят, обратитесь До керевных органов Коалиции, которая не существует По сути, я понимаю, что это шахрайство И это, в целом, мало Ци юридичные тонкости Мало цікави, напевно, людям Но это, насправді, означает Что у нас полностью Сдеградованный парламент У нас полностью Сдеградована політичная система Тобто, у нас не має Читкого розумения Взагалі, в каких правовых реалях Мы находимся Но, если мы отойдем От формальности до реальных вещей То реальность означает Наступное Если Конституция не працюет А это означает, что она не працюет Вот это означает Если у нас нет выхода С кризи по Конституции А выход с кризи по Конституции Это право президента Розпустить парламент До строковые выборы То тогда мы выходим В позаконституционное русло И тогда народ будет Врешать таким образом Как он может Паня Эндрю Паня Эндрю Я перепрошу Все-таки Право президента Или обязан Право 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 У нас не знаете Мы не знаем У нас таемна Политичная ответственность У нас таемна Какаясь ложа править Мы не знаем Кто эти люди Давайте объясним По простому народу Если понадобится Отыграем бареню обратно Объявим, что коалиция жива Понадобится Объявим бареню мертвую Похороним коалицию Пойдем на новое выбор Все будет решиться По запросу дня Тобто не политичная фигура Присник аппарату Саме тому Підписав цю відповідь Що потім Можна було сказати Ну Щось там наплуталось На підтвердження цієї версії До речі Оце вот история Которого Гройсман Говорить про те Что коалиция оголошується З трибуны Верховної Ради И ее распад оголошується Ні в Конституції Ні в законе про регламент Немає Що оголошення Голови Верховної Ради Є юридичною підставою До створення Або розпаду коаліції В законе про регламент Взагалі нічого немає Крім того Те, що на підтвердження того Що це все ж таки Коаліція фракцій І фракція в будь-який спосіб Приймає рішення Про вихід Чи входження в цю коаліцію Говорить той факт Що, наприклад Є кілька депутатів Які входили пізніше В Верховну Раду Були дообрані Замість тих Которі пішли на міністерські Чи інші посади І більшість з них Так само, як і я Не підписував Нам не подали на підписання Коаліційну угоду Але весь той рік Поки радикальна фракція Була у коаліції Я був членом коаліції Тобто, знову ж таки Сам персональний підпис Ще нічого не свідчить В трактуванні Нашої Конституції Я в цьому плані Дуже поводжуюсь І з висновком До речі Судді Конституційного суду Колишнього Це Шишкіна Який був виключений Із складу цього суду Через те, що не підтримав В ті редакції Яких хотів президент Зміни до Конституції В частині децентралізації І він про це сказав Я не пам'ятаю На якому каналі в ефірі Він сказав про цю версію Я її повністю підтримую Питання на справді В тому, що не потрібні Нам ці вибори Чи ні? Ні, у нас стосовно Конституції Питання в тому, що Деградувати парламент Почав не зараз Деградація самого інституту Почалося вже давно Стосовно цього У нас, знаєте Є такий чарівний орган Як Конституційний суд Який дав два взаємовиключених Фактично рішення Стосовно коаліції Чи існує у нас коаліція Чи створюють коаліцію фракції Чи у нас є індивідуальне членство коаліції Чи окремі депутати можуть ходити в коаліції І тепер у нас різночитання Тому, в принципі Відповідь, яку вам дав керівник апарату Їй можна двояки тулмачити Воно так і не так Тобто фактично у нас є нюанс І якщо навіть ми виходимо з рішення Конституційного суду Від квітня 2010 року Яким дозволяється індивідуальне членство в коаліції Це було, до речі, рішення З якого почалась диктатура Януковича З коаліції Тушок Йому це рішення було потрібне Так навіть якщо ми виходимо з цього абсолютно сумнівного рішення Бо в Конституції чітко написано, що фракції храмують Надайте список депутатів Будь ласка, нема Не надається список депутатів Тобто навіть по цьому рішенню У нас немає навіть розуміння взагалі, де ми знаходимося По остальним рішенням Давайте вже ближе к остальним рішенням С коаліцією понятно Она то ли є, то ли нет Ми не знайдемо Но я просто хотів уточнить один вопрос Президент має право Через 30 дні После того, як коаліції нет Об'явити досрочні выбори А якщо він не виспользується правом Тогда що? Тоді парламент продовжує працювати в тому вигляді, в якому він є А якщо при цьому парламент не вистояние создати нову коаліцію? Цей парламент вистояние голосувати Ми на цей неділю, не зрозумі на всі непонятні мені, по якій причині блокування Але не зрозумі на це ми приняли дуже важний закон по безвизовому режиму Некоторі інші рішення Ви хочете назвати цю неділю плодотворною, Алексей? Це неділя не плодотворною, але на цей неділю рішення Точно так же, як вони були на предыдущій пленарній неділи Але главний вопрос, який ми маємо задати, а нужні сьогодні Україні досрочні выбори или нет? Тому що вся юридическая правовая казуистика можемо дуже довго здесь спорить Три юриста, десять мнений, а нужні вони і не? І ось це питання, яка знаходиться, в тому ситуації, в якому знаходиться, в ситуації, коли у нас немає сотрудничества, по большому счету, вже з міжнародними фінансами А вам не кажучи, що це становиться похоже на узурфацію власть і політиками? Ні, як може бути з-за пирану власть політики? І вторе, ви знаєте, мені жасно хочеться, щоб граждані України получили можливість безвизово їздити в Європу Але, якщо в результаті вияснеться, що це единственне, що вдалося добитися власть, пробити, прожати, от Європи решення, що українці можуть безвизово посіщати Європу, а більше нічого не відбувається, але це буде, знаєте... Вігін, простите, проблема в тому, якой буде следующий парламент? Сьогодні, в виде соціологічних опросів, ми розуміємо, що в ньому буде ще більше політичних сил, ще більше рознонаправлених, і як вони змогуть працювати... Ви не думаєте, що с помощью разного рода соціологічних опросів просто манипулирують об'язково-міні? Ні, я так не думаю. Я думаю, що сьогодні Україні досрочні выборы не потрібні, тому що вони не принесуть позитива в країні. Все согласны, що не согласны? Я думаю, що не в цьому питання. Так, є тільки одно речення, щоб не втратити думку. Не в цьому питання, що ми хочемо, чого ми не хочемо, що потрібно, що не потрібно. Питання в тому, що нарешті всім нам треба навчитися жити по закону і по Конституції. Ось в чому головне питання. Якщо в Конституції написано, що вибори – це є можливість виходу з політичної кризи, то потрібно жити по Конституції. І я вважаю, що вибори можуть стати при певних умовах виходу з політичної кризи, до якої, на жаль, нас довів чинний уряд. Це остання можливість вийти з політичної кризи. Пожалуйста. Більше спасибо. Я, вот, если проаналізувати місяць, о котором только що сказав Іван, вот три недели парламент отдыхав, одну неделю, вот, вроде бы, ми чем-то занимались. Если проаналізувати, що принято на этой неделе, можна сказати, действительно, два позитивних законопроекта. Це законопроект 2093, по которому возвращены льготы чернобыльцям по іниціативе, в тому числе депутатів оппозиційного блока. І вторе, ми приняли постанову, яку приняли к виконанню те рекомендації, які нам дала миссія господина Кокса в відноші неефективній роботи парламента. В відноші тих, так называемых, безвизових, спецконфискаційних законів і так далі. У мене дуже повеселила фраза лідера, найбільшій, про президентську фракцію, в відноші того, що нам потрібно ввести, господина Луценко, в відноші того, що нам потрібно внести змінення в закон о спецконфискації, тому що в Інтерполі засіли агенти Кремля. Не тому, що наші правоохранительні органі не вміють готовити документи і не розслідовували ні одного уголовного дела нормально за ці два року, а тому, що там засіли агенти Кремля і так далі. Зрада, короче. Зрада. Я думаю, що якщо б парламент на цій неділи не вяснював, все прекрасно розуміють в цьому залі, що, і це розуміють наші телезрители, що імя нового прем'єра знайдено і, дійсно, А ви його знаєте? Скоріше всього, на следующій неділи, я думаю, що це, пусть об цьому говорять представники коаліції, знаю. Знаєте? Ось такі коаліції немає. Знаєте? Немає тут представників коаліції, бо коаліції немає. Я думаю, що на следующій неділи все це увидят, і я думаю, що не мені об цьому говорять. Але я хотів сказати о другому. Я відповідаю на ваш питання, чому я не согласен з тим, що вибори не є виходом в даній ситуації. Я, дійсно, точно також, як і мої колеги, відповідні депутати, гражданин, і розумію, що вибори несуть определені риски для країни. Але цей парламент, в тому вигляд, в якому він є на сьогоднішній день, в нім нем немає головного, в нім нем немає политичкій ответственності. Попытки смістити Арсіния Петровича з тим, щоб випустити пар общественного мнення, з тим, щоб вся коаліція осталась залаштунками цього справу, і показати, що ми поменяли плохого прем'єра, і зараз буде хороший. Я думаю, що зараз пусть вони поставять тоді хорошого, которого вони, я так понимаю, вже знайшли. І цей хороший пусть возьмёт на себе всю відповідальність за всі ті высоченні тарифи, за неіндексовані заробітні плати і пенсії. І, опять же, ми пропонали на цей неділю, є законопроект по зміненнюю в бюджет, по якому це достатньо легко і логично і обоснованно можна було би зробити. Тому, якщо парламент, є два виходи. Либо парламент починає працювати, і колеги із коаліції, а вона буде, все це прекрасно розуміють, на якийсь період часу беруть на себе відповідальність, либо ми не тянем кота за хвост, і вже зараз йдемо на досрочні выбори, тому що без досрочних виборів вирішити цю ситуацію нормально, з тим, щоб реально перезагрузити країну, невозможна. Дякую. Прошу мене не перебувати, бо в нас така традиція, значить, півгодини обговорюють, а коли дають слово представнику про прем'єрської фракції, тоді кожен перебуває. Дивіться, що відбувається зараз? Місяць тому парламент мав можливість звільнити Арсенія Ценюка і уряд, і ним не скористався. Ми можемо говорити до безкінечності, чому це сталося, але це сталося. Згідно Конституції, Яценюк може виконувати свої обов'язки до вересня. Яценюк сказав, я готовий писати заяву на звільнення, якщо буде три речі. Перше, ім'я і прізвище нового прем'єра, під якого є 226 голосів. Колеги, я хочу вас переконати, це нормально, коли діючий прем'єр каже, я хочу бачити ту людину, яку я передам ці обов'язки. Пройшов місяць, я звертаюся, і ми зверталися до тих політичних сил, які голосували за звільнення Арсенія Ценюка. Можна я вас перебію ровно на 30 секунд, і ви продовжите следуючий. Мені це просто напомнило, не можу не поділитися, фільм «Покровські ворота» Маргариту Павловну. Помніте, Хоботов, коли я встрічу жінчину, яку я змогу тебе довірити, от тогда ти з неї зможеш жити отдельно. Дякую, я просив допомнювати мене, я дуже вдячний. У мене просили допомнення. Момент, дозвольте, я докажу. Дозвольте, я докажу. А Заров хотів бачити вступним преміром. Ми ж хочемо, аби ті політичні сили, які сьогодні є в парламенті, які голосували за відставку, запропонували кандидатуру, запропонували міністрів, і запропонували програму. І, головне, почали переговори з політичними силами в парламенті для пошуку найголовнішого – більшості нової коаліції для підтримки нового уряду. За цей місяць цього не відбулося. Жодна політична сила не сказала, у нас є кандидатна прем'єра, у нас є міністри, у нас є програма дій. Тому Арсеній Яценюк і діючий Кабінет міністрів буде виконувати обов'язки до того моменту, поки не буде зібрано в залі 226 голосів. Це перше. Я вважаю, і наша політична сила приєднується до колег, що вибори нічого не змінять. Пояснюю. Да, це інструмент перезавантажити. Але дивіться, ми говоримо про нову якість парламенту. Ну давайте дивимося на будь-які соціологічні опитування. Суттєво, суттєво парламент не зміниться. Але що відбудеться? Відбудеться дуже серйозне розшарування парламенту. До парламенту може попасти 10-12 фракцій, які на сьогоднішній день між собою в принципі не знаходять спільну мову. Та сама свобода укроп критикують президента категорично. Те саме з Батьківщиною, самопоміч, БПП, Рух Саакашвілі. Якщо хтось думає, що наступний парламент, якщо вибори будуть восени, буде більш здатний до об'єднання, і там буде стабільна коаліція, сьогодні що потрібно? Ігор, ви впускаєте главного. Якщо цього хоче народ, ви це впускаєте. Стосовно того, чи хоче народ перевиборів, подивіться різні опитування. Я, наприклад, вважаю, як депутат мажоритарних. Ну, можна дискутувати. Я центру Разумкова довіряю в цьому плані. Тоді 50% не вважає цього. Але ще раз скажу. Нові вибори – це додаткові кошти раз. Це пів року битви кожного з кожним. Кожного з кожним. В кожному найменшому селі. Це додаткові ресурси, які не тільки держава, але всі будуть вкладати. Це нестабільність. Це позиція наших закінчених колег, які кажуть про те, що вони вважають, що вибори нічого не змінять. Треба стабільна коаліція в цьому парламенті. Ми готові до цього. Але ми чекаємо м'яч на стороні колег з інших фракцій. Це ви вже повторяєте. М'яч на стороні колег з інших фракцій. Я, можливо, скажу кримальну думку, непопулярність цієї аудиторії, але на вулиці дуже складна економічна криза. Але ми говоримо про політичну кризу. Мені здається, що політична криза існує в ваших головах і ще 200-300 людей, які розподіляють національні блага. Гроші міністерства і подфінансові потоки. Подивіться, про що говорять первична коаліція і залишки? Хто залишився при владі прем'єр-міністра, його фракція говорить, залишить прем'єр-міністра. І нічого не робимо більше. Президентська фракція каже, давайте перевантаженого прем'єра і більше нічого не робимо. А Батьківщина, яка не при благах, і опозиційний блок, який не при благах, давайте робити перевантаження. Насправді, це принципово, якісно нічого не змінить. Це буде та саме розмова про фінансові блага. Ми пам'ятаємо уряд Юлії Володимирівни декілька років тому, коли кожна фракція мала в кожному міністерстві позаступника. Це абсолютно корупційна угода між лідерами політичної системи. Має бути економічна повістка дня. І з цього має починатися. Інакше це буде перемонтаження одних корупціонерів на інших. От на мене так. Люди дійсно пам'ятають уряд Юлії Тимошенко, коли були найвищі соціальні стандарти, і коли розвивалася економіка. І люди це дійсно пам'ятають сьогодні. Тому не маніпулюйте, будь ласка, а згадайте, говоримо про конкретні цифри. І виробі Юлії Тимошенко були найвищі соціальні стандарти. Що таке політична теза, криза і політична відповідальність? Я вам скажу, тому що тодішній президент Ющенко, тодішній кандидат Арсеній Яценюк і тодішній кандидат Сергій Тегіпко вони зробили все можливе, щоб деморалізувати людей, щоб вони не прийшли на вибори і привести Януковича в такий спосіб до влади. Ось чому програла Юлія Тимошенко. Дивіться, Юлія Володимирівна майже в два рази опустила гривню. Так само уряд Яценюка. Оце ключова історія, оце політична криза, що уряд Яценюка опустив гривню втричі, без жодних консультацій. Сам вирішив, можливо, там з Гонтаріву. Оце політична криза. А те, що ви не можете домовитись, це означає, що у вас якісь інші інтереси. Яка у вас програма? Яка повістка дня? Які питання? Де будуть люди через п'ять років? Ви це зараз можете сказати? Так, можу сказати. Не можете відповідати. Це буде слова. Абсолютно. Причому ми чітко сказали, що умовою виходу з політичної кризи мусить бути напрацювання майбутньої коаліції. І наша умова участі в майбутньої коаліції це спочатку принципи, на яких буде базуватися коаліція, програма, а потім під ці принципи ми набираємо менеджерів. Ось як потрібно діляти. Не говоримо, не говоримо, не говоримо про прізвища. Ігор, 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 ти закликаєш не перебивати, а сам кричуєш в пониженні тарифів. Шановні пані депуття, згадайте мені екологи, які ви здали варенду, які принципи. І це проблема не тільки до вас, це проблема до всіх присутніх тут. Тому це не конкретне зауваження, зауваження до всіх. Принципів немає, на жаль, у ваших колег. Прекрасно. Послушайте, у нас здесь присутствует человек, який ніколи не був, політичний обозрювачий журнал «Фокус», Милан Лелич. Доброго дженера. Давайте йому создадим немного... Йому, як новичку в нашій програмі, сложно перекричати таких мастодонтів, як ви, поэтому, да. Давайте послушайте. Чуть більш благожелательний режим, пожалуйста. Да, дуже дякую. Я розумію, пане Євгене, у вас певний скептицизм щодо соціологічних опитань, чи не є вони справді засобом маніпуляції, звичайно, теж соціологія... Я думаю, що є точній ісследовання, і є ісследовання, які вбрасують всіх маніпулятивних цілей. В будь-якому разі, якщо узагальнювати, абсолютно очевидно, якщо взяти якісь усередині результати цих соцопитувань одразу після формування Коаліції Європейської України, тобто рік з гаком тому, і подивитися на ту популярність, яку мають представники тих фракцій, тих партій, які цю коаліцію сформували. Це умовний, так званий, демократичний, чи промайданівський табір, як його ще називають. Падіння є очевидно, тому що дуже часто... Падіння у всіх. Бо дуже часто представники цих сил вважають, що їхні рейтинги є як сполучені такі послідними. Улибка Івана зараз говорить о том, що кое-кому вискочити вовремя вдалося все-таки. Да, Іван? Ну, ще не факт, що ми побачимо, хто куди вискочив і чи правильно то зробив. Я трохи... Я трохи... Я трохи... Так, я хочу трохи про інше сказати, що часто є така думка, ну, побутує, що рейтинги демократичних партій, вони як такі сполучені судини. Мовляв, наприклад, у Народного фронту стало менше, значить, наприклад, стало більше у самопомощі. Наприклад, можна міняти нас. Не факт. От. І насправді, абсолютно не факт. Цей рейтинг, ця вода, вона проливається мимо. Тому що загальна підтримка тих же демократичного табору, вона падає. І це якраз я підвожу так дуже акуратно до дострокових виборів, як можливого варіанту виходу з кризи. Справді, ну, за будь-якими, взагалі, основами політології, да, в демократичній державі, коли партії не можуть домовитися, вони повинні йти на вибори. Так пише це в будь-якому підручникові. Що ми маємо насправді? Оновлення парламенту, я бачу зараз дві проблеми. Оновлення парламенту можливо лише за умови зміни виборчої системи на виборчу систему винятково пропорційну і винятково з відкритими списками. Бо що ми будемо мати, якщо закон про вибори збережеться, а він стопроцентно, ця Рада абсолютно не буде спроможна ухвалити пропорційну систему з відкритими списками. Скільки про це не заявляли, хтось не обіцяв, цього ніколи не буде. Міло, извиніте, що я вас перебиваю, просто хотів би по ходу вашого вступлення просто вбросити одну репліку, що, понимаєте, давайте не будемо забувати, що партиї, які сформували вот эту саму коаліцію, ведь вони пользовались во времена Майдана, скажімо, мягко условної підтримки. Правда? Ми прекрасно пам'ятаємо, як лідерів цієї коаліції порой приймали люди, які дійсно правили Майдан. Так, і ми прекрасно пам'ятаємо, що чинний президент, який виграв впевнено у першому турі, буквально за декілька місяців до виборів, мав рейтинг десь на межі статистичної похибки. І ми тоді обговорювали варіанти, можливо, походу Петра Порошенка, максимум на вибори мера Києва. Давайте згадаємо. Наприклад, взимку, власне взимку з 13 на 14 рік. У випадку, якщо Верховна Рада все ж таки не зможе домовитися і піде на дострокові вибори. Перша є проблема – це популізм. Тобто, якщо вибори будуть оголошені, знову буде штучно підніматися і підігріватися тема. Наприклад, ситуація на Сході, ми почуємо багато закликів йти звільняти Донецьк і Луганськ прямо зараз, а влада не робить, бо всюди зрада, всюди агенти Путіна сидять. Другий момент. Даже в Інтерполі? Та всюди є, так. У нього довгі руки, очевидно. Руки Кремля. Так, і другий момент. І в МВФ сидять, як тільки перестали давати кредити, зразу сказали, що і там путінці. Так, і другий момент – це те, що українське суспільство з часу попередніх виборів, які були восени 2014 року, воно точно не стало багатше, воно стало бідніше. Відповідно, якраз соціально вразливі верства населення, особливо вони, очевидно, їхній рівень життя впав. Тому Гречка буде навіть не царицею, а якійсь імператоркою просто цих виборів. Повністю це буде з одного боку популізм, з іншого боку Гречка. І як гібрид, може, це третій варіант поєднання. Тому поки що до строкові вибори за такого варіанту я не бачу, що могли стати вибори. Єлена Сотківа, в якийсь момент я не помню, то ли ви стали дуже емоціонально підтримувати, то, що говорив Милан, то ли, наоборот, возражати? Абсолютно. Я повністю підтримую, і вже попереджуючи зараз, можливо, якісь аргументи проти цього, я більше того хотіла б доповнити, що, ну, вибачте, але всі системи вже себе не виправдали. І мажоритарка, вона показала, Система виборчої системи, що мажоритарна система, вона тотально корупційна. Це однозначно. Так, з пропорційною системою за відкритими списками можуть бути певні проблеми. Основна проблема полягає в тому, що збільшуються округи, і людям, які хочуть балотуватися по відкритим спискам, їм доведеться витрачати певні кошти. Але якщо ми... Якщо... Почекайте. У нас величі, ну, як? Є різні закони. Є різні варіанти законів. Послухайте. Про справу не в цьому. Ми зараз не аргументуємо про виборчу систему. Ми говоримо про принципи. Головний принцип – це те, що українська система політична, вона в принципі фейкова. Тобто у нас не існує жодної політичної, реальної політичної партії. В цьому є основна проблема. Немає ідеології, немає політичних партій, відповідно, немає конкуренції за ідеології і за бачення. Лена, ви зараз договоритесь за того, що і самопомогу, і самопомогу, і партії. Я хочу вам сказати, на сьогоднішній день всі політичні партії є гібридними. Це не є чистою води політичні партії, як це написано в теорі, всі політичні партії є гібридними. Тому що за даних умов дуже важко створювати політичні партії, які б реально були ідеологічними, які б відстоювали бачення ідеології. Але я не це хочу сказати. Погодіть, але самопомогу завжди виділяє себе серед інших партій, і самопомогу і акцентирується на тому, що ця партія основана тільки на ідеології. Лена, вас ваші лідери не похвалять після цього ефіру. Я просто говорю чесно, самопомогу єдина партія, яка на сьогоднішній день відбудовує правильну ідеологічну структуру і горизонтальну структуру. Не ідеологія вас об'єдінила, ви її тільки відбудовуєте? Ми відбудовуємо ідеологічну структуру. Це дуже важливо. Я молчу, тому що, дійсно, вам будуть непереливки. Ви можете всі робити вигляд, що в Україні всі політичні партії це політичні партії. Якщо вам це подобається, окей. Тоді Україна ніколи не побудує чистої і справжньої політики. Це факт. Я хочу сказати про інше. Насправді є, повертаючи все ж таки до коаліції, якщо я вже отримала слово. Є чотири сценарії розвитку на сьогоднішній день ситуації, насправді. Перший сценарій, всі вони стосуються однозначно якихось подій з продовженням на сьогоднішній день існуючого парламенту і переформатування уряду. Тому що, за даних обставин, президент не оголосить вибори. За даних обставин їх не буде. Ну, от, в всякому випадку, вже нескільки разів говорив, що виборів не буде. На даному етапі, на заданих обставин, виборів не буде. Але є чотири сценарії, всі чотири сценарії пов'язані з чотирьма кандидатурами. Перша кандидатура, і це ще потенційно ризик такий залишається, що залишиться пан Яценюк. Таким чином, ми продовжимо оцю стагнацію, яка була, і всі зміни, які будуть відбуватися, вони будуть відбуватися виключно під тиском або зовнішнім, або якихось інших обставин. Другий сценарій – якщо вона поставить умови щодо формування технократичного уряду, а під технократичним урядом я маю один єдиний принцип, це коли вона самостійно сформує команду, ця команда буде не сформована в кабінеті у президента або в кабінеті десь у Гройсмана і в парламенті, і за таких умов і обставин вона може отримати більш-менш прогресивний Кабмін, але буде проблема, бо в нас не технократичний парламент. І це означає, що технократичні рішення такого уряду, вони... Без підтримки парламенту теж застопоряться. Понятно, третій варіант. Третій варіант – це Гройсман. Ми всі розуміємо, що плюс Гройсмана в тому, що він має певний, і це і мінус, до речі, одночасно, що він має вже певну комунікацію з парламентом, він знає, як її відбудовувати, але, тим не менше, це є і його мінусом. Він близький президент до чолові, чоловік його команди, правда? Якби президент був реформатором, це була суперситуація. Тому що в такому випадку ми би отримали сильний уряд, який би разом з президентом проштовхував реформи, навіть не через технократичний парламент. Але, наприклад, жаль, президент вже показав, що він не є реформатором, він точно також застряг в таких же проблемах, як і застряв кабінет міністра Біля Шеню. Простите, а чим це він продемонстрировав? Тим, що він не є реформатор? Да. Генеральна прокуратура – це перше і основне, немає жодного реформування, це закрита система судова і так далі, і так далі. Можна довго продовжити цей список. І останній сценарій, який найбільш реалістичний, але про нього теж говорили, це Саакашвілі. Плюс цього сценарію – це розвалити все, всі корупційні, можливо, якісь схеми і так далі, і так далі, реформувати кабінет міністрів, але до цієї кандидатури немає такої, скажімо, серйозної довіри в парламенті, тобто в нього буде підтримка невеликої кількості дуже реформаторських депутатів. І друга проблема – до нього дуже так насторожено ставляться міжнародні партнери, що також може викликати в подальшому для України певні моменти. зрозуміло, зрозуміло. Ленда. Крапка, перша ремарка по поводу так званого технократичного правительства. Тобто, нікі інвестбанкири продвігають історію інвест якого-то технократичного правительства, яке принесе щось таке волшебне, щось буде робити, і вони ніколи не під контролю. Як це ви не під контролю, якщо существує демократична процедура, є парламент, і як це нет? Партийні квоти везде существують, по всьому мірі. Я контроль до губерніки, а я контроль до парламентських. Це рішення речі. Нормальні політики я взагалі не розуміло. Я бачу, що завалило законопроект про налогову реформу, а тобто роботи часу я не розуміло, як у нас економіка буде розвиватися, якась у нас експортна стратегія, і так далі. Що касається избирательних систем, ми повинні розуміють, що у нас нища країна, і демократичні процедури в нищій країні завжди працюють неадекватно. Тобто, як ми дивимося на англосаксів, наприклад. Тому, говорити о том, що мажоритарка, не мажоритарка, ми повинні розуміють компроміс. Почому? Мажоритарку люблять люди. Почому? Тому що вони знають, будуть пропорціональна система полностью, або вони жили 10 років при пропорціональній системі, депутатів вони взагалі не побачили. Вони це запомнили. Дальше. Открыті списки – це не рішення проблеми, це заїзд по тому ж електорату, по тем же бабушкам, ми це вже видели на містних выборах. Давайте друг друга не обманувати. Єдинний спосіб привлечь в обновлінні елиту, це привлечь нову аудиторію, яка не ходить на выбори, як це, наприклад, було в Николаїві, де виграєла ваша партия. Чому? Пришла молодіжь. Це можна яким спосібом зробити? Ввести електронне голосування. Тоді ми молодіжь можемо привести, і ми зможемо привести тих людей, які виїхали за рубеж, тому що країна нища. Тарас, ви представляєте, скільки років у нас будуть вводити електронне голосування? У нас тільки тендер на проведення, будуть лет 5 тянути. Це буде історія про... Я не кажу, що в реальних інструментах, а не фактично обманувати себе, що відкриті списки, що-то решат. Вони нічого не решат. Це заїзд по тому ж електорату, це заїзд по та ж гречка і так далі, тому що країна нища. Просто ви вийдете за границей Києва. Просто, просто нища країна. Жить не на що. Дальше. Возможність привлечу нових людей, це знову, наприклад, вести два тура в мажоритарній системі. Тобто ми бачили в багатьох городах, на містних виборах, коли проходили два тура, ми знову бачили неожиданності. Наприклад, в Кривому Рогі ми бачили нову аудиторію. В тому же Николаїві победив в просто бело-голубому місті. Тобто давайте говорити не заїждженими фразами, що що-то где-то придумали, где-то це роботає. Демократія работает в тех условиях, хорошо работает, коли є багаті люди, які думають о себе. У нас неща... Я для примеру просто приведу. Є зимбабве, є муга. 45 секунд. Следуючий пример через минуту 10. Секундочку. Господа хороші. Я вижу, що все хочуть, що називається, углубити і розширити нашу дискуссію, але я все-таки вернусь к тому, о чому ми говорили некоторе время тому назад, і розговор як-то повіс в воздухі. Вот Николай Скорик сказав, що знаємо ми імя прем'єр-миністра, і він знає, а то говорить не буде. Тут в студії є живой чоловік, я думаю, що це все равно, хто їм буде. Я думаю, що це все равно, хто їм буде, хто їм не побоється назвати. Ну, послушайте, я понимаю вашу позицію, але поверьте, там, смотрят нас зрители. Нет, Евгений, подождите, вот ви неправильно делаєте все по законам серіального жанра. Нужно потягнути інтригу. Названо чіты. Ми прийдемо к этому імені. Я допрошу, я виб'ю всю правду із любого, поверьте мені. Окей. Вот у нас Елена зародила інтригу. Якщо тут студія чоловік, який знає це імені. Давайте по законам жанра. Елена породила інтригу. Чотири претендента названі. Давайте почнемо з того, можливо, у когось є п'ятий чи шестій варіант. Не, ну, давайте говорити інтригу. Ляшко! Ляшко! Не, 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 не. Не, подождите, скажіть. Ви ж не відповідаєте за місьмена. Ми прекрасно розуміємо процес, що при виборі нам не потрібні, і ми би хотіли обиднати парламент і дати... Так, погодіть. Ви взяли слово, щоб відповідати на мій питання? Или для того, щоб сказати то, що ви хочете сказати? Тому, ми розуміємо, що сьогодні... Ещё імені у вас є, був мій такий питання. Воно було озвучено, до речі, президентом. Це Садовий. Садовий. Реально обсуждаємо на сьогодні. Це п'ятий варіант. Все согласны? Ну, якщо президент, який сьогодні має підконтрольну йому, найбільше фракцію в парламенті, говорить про певного кандидата. Ми не можемо його викидати взагалі. Мені просто дивно, чому сам Садовий... Окей, я не предлагаю його вибрасувати. Садовий, прекрасно. Садовий вже сказав, що з 26 депутатами в парламенті он прем'єром не стане. Радикальна фракція підтримує Нойю Сарафомич. Як по мене. У Яреска ноль голосов в парламенті. У Саакашвили його називає ноль голосов в парламенті. Ну, Алексей, якщо быть откровенними, Яреска і не си нагорі желанням стати прем'єром. У кого є 226 в парламенті. Ні у одного. І второй вопрос. Садовий, багато лет, управлял городом Львовом, в конфлікті з Горсоветом Свободовським, де у нього не було більшіства в Львовському Горсоветі. Позвольте мені среагувати на те, що ви говорите. Алексей, послушайте мене. Пожалуйста, послушайте мене. Смотрите, мені кажется, що це не зовсім, як би я сказав, що ваша позиція немного лукава. Тому що, смотрите. Ну, політики. Ну, естественно. Ой, зато хоч честно. Естественно. Первая честная фраза завілися. Хороше говоря, я пытаюсь сказати, що, смотрите, якщо річ йде о той же самій Яреською і о том же самому Саакашвилі, якщо виходить ваша прапрезидентська пракція і говорить, що це наш кандидат, це ж фактично означає, що данний чоловік пользується і Садовій може повністю пользуватися підтримкою нашої фракції. Я офіціально, як замглави фракції БПП заявляю, ми розсматривали вопрос на фракції, і ми готові підтримувати Садового, може бути навіть краще, як його підтримувала самопоміч, як прем'єр. Я вам це кажу абсолютно уверен. Сразу 162 голоси. Тому він може повністювати і зробити. А Саакашвили, ви обсуждали на фракції? Саакашвили ми на фракції не обсуждали. Не обсуждали. А почему, интересно? Уже ви решили политичний кризис, вони вже втроєм у них вже є. Тому що Саакашвили заявлял багато років, що він прем'єром бути не хоче. І я б все-таки бачив прем'єр-міністром, чоловіка з України, який знає, що він не хоче бути прем'єром, його ви обсуждали. Наприклад, Андрій Садовой. Чоловік дійсно знає, у нього є определенне доверие в обществі, у нього є лозунг «Візьми і зроби», у нього є депутати, «Ми готові стати рідом». Все, це історичний вызов, треба братися. Понятно, понятно. Вот там у нас сидит ще один наш господин. Андрій Антоніщак. Андрій Антоніщак, він теж, можеш сказати, новичок. Давайте його послушаємо. Ну, по-перше, доброго вечора. Дякую вам, що ви на 50-ті хвилини дали народному депутату слово, коли всі мої колеги висказалися по п'ять разів. Знаєте, втрачається думка. Тепер, що стосується домовлятися? А скажіть, будь ласка, чи не бритко народу України слово «домовлятися»? Домовлятися про що? А можливо, проводити консультації. От ми зараз називаємо фамілії. Яреско, Садовий, Саакашвілі, Гройсман. Ми говоримо про персоналі. А потрібно говорити про програму «Дій» того чи іншого кандидата. Скажіть, що ми обговоримо? Ми повинні зараз обговорювати програму «Дій». Хто-небудь з них представив цю програму? Я її не бачив. І якщо цієї програми не буде представлено, а внаслідок певних договорників між тими чи іншими членами коаліції буде внесена в парламент одна кандидатура, то політична сила, народний контроль за це голосувати не буде. С чого потрібно зробити? Пане Андрію, я вас попрошую. Все-таки давайте представим себе вот эту ситуацию. Предположим, в результате консультации или договорника, как вам больше нравится, между несколькими францами консультации выдвигається некий кандидат. Ну, наверное, этот кандидат должен, прежде чем будет голосование за эту кандидатуру, так, если по-демократическому, по-цивилизованному, выйти на трибуну, там, с неким докладом, коротким, там, минут на 5-10, где, там, главные тезисы его программы, которые он готов предложить, а потом, простите, голосование, может быть, он ничего нового не предложит, и вы тогда с чистой совестью проголосуйте против. А я бы сделал это від зворотного. Если есть 4 кандидати, и мы их обговорим, значит, те 4 кандидата, возможно, есть 5, кто еще запропонует, они, как минимум, должны встретиться с представителями фракций, групп парламенту, и 4, должны показать свои программы. На наш взгляд, на взгляд политической силы народный контроль, это мае быть, первое, повышение социальных стандартов, второе, створение новых рабочих мест, благодаря принятию экономичного пакета реформ, что в себе включает изменение податков, и что в себе включает экономичные реформи, то, поднятие с колен фактически промышленности. Шановные коллеги, дайте мне, пожалуйста, договориться, вы наговорились, дайте, пожалуйста, слово. Мы вас не выгоняем, пану Андрею. Я бы предлагал это сделать отзворотную. И вы знаете, я еще хочу повернуться, вот вы тут вспомнили Майдан, маю право про это сказать, потому что с первого дня я на Майдане и был в керевнице самообороны Майдана. Я помню слова пана Яценюка, когда он приходил до нас вечером, в 10-й године вечера несколько раз на сбори сотников самообороны Майдану. И как он красиво говорил, ось его обещания, что он давал в 2014 году и какие реалии происходят сейчас. Это повышение социального статуса, это уменьшение цены на электроэнергию, на газ, это про курс доллара, это про экономические реформи. Что мы с этого маем? Бульбашку, нуль. Тому на завершение хочу сказать, еще раз повторитеся, мы потребны на сегодняшний день, нам потребно обговорювати программы дій. Я думаю, от этого от нас чекает народ Украины, а не персонал. Так, господа, сейчас реклама продолжим в следующем часе. Спасибо за аплодисменты, друзья. Мы переходим к следующей части нашей программы, программы «Черное зеркало». И у нас сегодня много разных тем. Я бы сейчас предложил тему нашего разговора чуточку сменить, я бы сказал, достаточно резко, потому что много важных событий. Одно из них, которое, как многие полагают, имеют важное значение для будущего Украины, это неожиданное решение России о том, что она уходит из Сирии. Я напомню, что российские войска, точнее, российская авиация были в свое время введены в Сирию для того, чтобы бороться с ИГИЛом. И вот небольшое предисловие, я бы сказал, музыкальное предисловие к этой теме, потому что у нас здесь в студии очень популярный в России певец Вася Обломов, который в очередной раз приехал выступать в город Киев. В свое время он написал об ИГИЛ и о начале этой операции песню, которую, Вася, попрошу, исполните нам сейчас. Большое спасибо, друзья. Меня зовут Вася Обломов, я обладатель песни года и других песен. Я сочиняю грустные, веселые песни, шуточные, сейчас будет шуточная песня, и, конечно же, я не мог обойти своим вниманием тему, которую в нашей стране все обсуждали, очень горячо обсуждали, но в которой никто ничего не понимал. Вот. Песня, и, кстати говоря, да, 20-го, я же зачем сюда пришел? 20-го сентября, нет, марта, 20-го марта, друзья, в Докер-пабе в Киеве у меня концерт, приходите, подтягивайтесь. Песня, которая сейчас будет исполнена, ИГИЛ. Такая бардовская версия этой песни, конечно же, с гитарой, в лео-миноре. Вот сосед снова бьет бутылки, и сантехник стояк пробил. А на лестничной клетке в курилке наш народ осуждал ИГИЛ, ведь ИГИЛ и Америка в целом помешали спокойно жить. И соседка в плотице белом продолжала курить и пить. А в подвале спят представители нелегальных рабочих сил. Очевидно, что их покровители это Штаты, а также ИГИЛ. Очевидно, и не совпадение, что сегодня в огромной стране без особого настроения проживает народ в говне. Очевидно, что все это выгодно представителям западных стран. Экономика, что достигла дна, только радует Пиндостан. Ведь исламское государство и Америка все одно. Ну, а мы за царя и царство Авертона закрыто окно. Украина нам больше не братья, нам благоволят небеса. На стене пишет тетка проклятия и призыв затянуть пояса. Изрисованы стены подъезда и воняло чьей-то едой. Словно члены какого-то съезда возвращались соседи домой. Наши бомбы летают классно. Телевизор опять голосил. И жильцам все давно было ясно словом «Ну, погоди, ИГИЛ». Большое спасибо. Спасибо, Вася. Спасибо большое. После вот такого вступления у меня вопрос все-таки. Вот теперь Россия уходит из Сирии. И сразу уже раздались голоса, что, например, сенатор Маккейн об этом буквально на днях сказал, что, знаете ли, Украина должна об этом очень беспокоиться, потому что, не дай бог, у России развяжутся руки и Украину ждет новая кровавая весна на Востоке. Вот у нас здесь к нам присоединился внешнеполитический эксперт Олег Волошин. Вот вам микрофон. Скажите, пожалуйста, вот эти опасения, они насколько, на ваш взгляд, оправданы? Чего теперь нам ждать? Спасибо, Евгений Алексеевич. В моем представлении, если мы посмотрим безэмоционально на типы вооружений, которые использовала Российская Федерация в Сирии, да и вывод там очень условный, там какая-то часть самолетов улетела, часть осталась, поэтому это нельзя сказать несущественно, плюс на характер боевых действий на Донбассе во все периоды конфликта на Донбассе, то увязывать вывод самолетов российских, пусть даже там, говорят, и были использованы наиболее боеспособные существующих сегодня на вооружении в России, но все равно увязывать их с возможной скалацей на Донбассе абсолютно не приходится, потому что, как мы помним, ни на одном этапе украинско-российского конфликта авиация не применялась с российской стороны, поэтому я не вижу тут как бы это, ну господин Маккейн, хорошо, что он это сказал, как бы, хорошо, что в Америке вообще не забывает о том, что у нас до сих пор конфликт, несмотря на Сирию, несмотря на договоренности с Кремлем по Сирии и так далее, но, опять же, это абсолютно в практической плоскости я не вижу никакой связи между этими событиями, но давайте не будем тоже все-таки настолько недооценивать российскую армию, при большом желании устроить эскалацию, они вполне могут на Донбассе и сохранять свое военное присутствие на том уровне, который у них было в Сирии. Это там около 50 самолетов, там несколько десятков вертолетов и несколько тысяч солдат. Ну, в принципе, смешно правильно считать, что вся российская армия сводится только к этой группировке в Сирии. И вот сейчас ее возвращают обратно, и вот она сразу там пойдет на Украину. То есть, поэтому я не вижу здесь ничего иного, кроме какой-то страшилки. Это решение о выводе войс совершенно с Украиной не связано. А с чем связано? А с тем, что как раз Кремль показал в моем представлении, что иногда он способен действовать рационально и выходить из игры в тот момент, когда можно, скажем, эти фишки геополитически обналичить с максимальной для себя выгодой. Вот в Украине этот момент очевидно имя был упущен, и сейчас там никакой экзист-стратеджи у Москвы нет. В Сирии они понимали, что самое худшее, что может быть, это остаться там надолго. Поэтому, во-первых, они еще далеко оттуда не ушли, но все-таки то, что сделал Путин, он сумел застолбить сознание собственных граждан и восприятие международного сообщества, что вот наша основная операция закончена. Все. А почему мы аплодируем, ребята, я не понял. Можно? Да, пожалуйста, Игорь. Дивите, я, как заступник главы комитета за окружающими справами, трошки цикавлюсь этими вопросами. Моя думка такая. Первое, я согласен с коллегой, это не выведение из игры России, она там присутствует. Разгорнуть то самое группование войск можно за тиждень, это первое. Это такой хит, что мы залишаем Сирию, но фактически Россия там присутствует. Но это нужно констатировать. Россия достигнула поставленных завданий. Первое, режим Асада втримался. Згадайте, что было піврока тому, фактически Дамаск уже расхитывали, он мог впасти. Другое, туркомани, великое этническое населено Сирии, которое поддержало, было Туреччиною, они бомбили не ИГИЛ, они бомбили безусловно их. Третий момент. Курди. Курди на сегодняшний день, когда вчера сделали пресс-конференцию, что они створяют автономию. Четвертое, фактически ИГИЛ сегодня зажали. Зажали с боку Ираку, Масул, великое место, зажали тут. То есть, фактически Россия отвернула то, что было на начале. Десь, будем сказать, такая ситуация, которая была несколько лет назад, два года назад. Но режим Асада сегодня стоит мощно. Поэтому это такая передушка, знаете. И сегодня про что идется? Идется про то, что Фактически Путин переконует Штаты провести федерализацию. Те же, как с Украиной. Памятаете эти разговоры? Давайте мы розчленуемо Сирию, лишим побережье Латакию и Дамаск Асаду, Північ Курдам и там будем десь там бомбить ИГИЛ, аби они не йшли далі. Все. И фактично Россия не витрачает ресурсов на сегодняшний день великого и сказали чекает, что дальше будет происходить. Как это может отобразиться по Украине? Я думаю, что прямого связка нет. Потому что действительно в Сирии не воювало великое группование российских и не можно сказать, что Россия завязала в Сирии и поэтому не проводила активной политики на Донбассе. Это не взаимозалежная речь. Просто геополітично Россия сказала, коллеги, мы разом с своей авиацией повернули назад, мы доказали, что мы можем управлять процессом конкретно тут, теперь давайте будем разруливать в первую чергу США. И вы знаете, что был накладан мораторий на воинские действия. И, кстати, певные силы исламистские, не ИГИЛ, пошли на поводу в этом контексте. Поэтому на сегодняшний день вот такая ситуация остается. Далее будут смотреться. Уважаемые коллеги, я бы хотел здесь не согласиться с Игорем. Я считаю, что у Путина была большая цель и маленькие цели. Да, некоторых маленьких он достиг, я скажу. У него была основная большая цель. Это все началось с Крыма, с Украины. Путин хочет Ялту 21 века. Он хочет сесть за стол, как он видит себе с Обамой, может быть, Меркель, может быть, Аллант, может быть, кто-то еще, и расписать карту мира, сферы влияния. Вот это мое. Украина, пускай там будет какой-то марионеточный режим, Молдова, Прибалтика, это мое. Вы себе там Сирия, может быть, вот давайте рисовать. Он не понимает, что он с этим опоздал на 100 лет. Этого никто не будет делать в 21 веке. И большая его цель провалилась. Он зашел в Сирию в ожидании, ага, в Украине не получается, давайте я вам покажу, что я могу дальше залезть. Залез, никто не садится, так как он хочет говорить, не говорят. А с чего же он достиг? А, к сожалению, достиг он тактической цели, для него важной, и, к сожалению, которая бьет по Украине. Он вызвал поток миллионов беженцев в Европу, сирийских. Мы должны понимать, что действия российской армии, там убиты тысячи мирных жителей этой страны. Сотни, сотни тысяч. Действиями российской авиации. Мы не можем посчитать точную цифру, но речь идет о тысячах, может быть, десятках тысяч погибших людей. Ему все равно, для него эти люди не люди. Ему нужно было вызвать поток беженцев на Европу. И он добился этого. Этот поток хлынул в Европу, и в Европу ужаснулось. И сегодня одна из главных проблем для Украины, про тот безвизовый режим, о котором мы говорили, это миллионы сирийских беженцев там. Сегодня одна из главных проблем для Украины, почему Европе тяжелее помогать нам, почему там многие местные жители, что происходит в Голландии. Важнейшее, через две недели важнейшее для Украины событие. 6 апреля в Голландии референдум. И важнейшим моментом, как определяться граждане Голландии, является то, что, к сожалению, старая Европа напугана этим потоком беженцев. Вот этого, к сожалению, Путин, вот этими огромными, колоссальными жертвами, которые он принес, достиг. Ну и последнее, почему он вышел? Да потому, что Россия сегодня при всех своих попытках показать себя сверхдержавой, такой не является. И даже та цена, которую он озвучил, полмиллиарда долларов, наверняка заниженная цена, которую он потратил на войну в Сирии, сегодня для России эта цифра, даже она неподъемна. И поэтому, добившись хотя бы тактических целей, он оттуда уходит. Леша, вы сказали о референдуме в Голландии. Я хотел бы просто уточнить, чтобы мы потом не забыли эту тему. Украина пассивно ждет результатов референдума в Нидерландах? Украина это... Или что-то все-таки наша власть предпринимает для того, чтобы голландцы не проголосовали против украинцев в составе Евросоюза? Украина это больше 40 миллионов человек, поэтому каждый, кто что может сделать, Более 40 миллионов человек не определяют внешнюю политику государства. Алексей, не передергивайте. Это вы передергиваете. 40 миллионов человек, к сожалению, не влияют на внешнюю политику нашей страны. Абсолютно влияют. Что делает страна для того, вы задали вопрос, я хочу дать ответ. Для нас не сознательно. Нам слушает сейчас миллионная аудитория. И вот стоит молодежь, ее очень много. Наверняка нас смотрят люди, у которых есть тот же доступ в интернет. Я вас уверяю, если каждый человек поищет, он найдет знакомого, товарища, друга друга, который живет в Голландии, который может что-то сказать, которому он может написать. Мы провели в Одессе... Мы провели простой эксперимент. Мы в Одессе дали... Например, у нас есть такой дирижер Хобарт Эрл. Это главный дирижер Одесского филармонического оркестра. Сегодня он дает интервью для музыкантов, Нидерландов, объясняет, что Украина это не страна, в которой происходит бог знает что, что это культурная страна, то, что они слышат. Мы организовываем, и я приглашаю всех, 3 апреля мы организовываем велопробег украинских спортсменов Амстердам, Гага и по маленьким городам. Потому что это одна из самых велосипедных стран мира, может быть даже самая. И мы хотим показать на одном языке, говоря с ними, что мы такие же, что мы европейцы, что речь не идет. Спасибо. И вот это... И это может сделать каждый человек, каждый, не перекладывая, что там сделал МИД, а что там сделал Иван Иванович. не нужно привлекать внимание к этому референдуму? Ведь там же очень важен процент тех, кто примет в нем участие. Абсолютно верно. И очень важно, я хочу сказать, каждый голос важен. На самом деле для Украины нам сложная ситуация, и сегодня мы проигрываем. Но очень важно, какое будет соотношение, как проголосуют граждане Нидерландов. Если будет 20 на 80 против Украины, это катастрофа. Я имел в виду другое, что если там не придет 30 процентов зарегистрированных избирателей, то правительство имеет все основания для того, чтобы... Знаете, будет неправильно рассчитывать просто... Проигнорировать любой результат. ...что референдум, грубо говоря, сорвется. Мы должны сделать все, что мы можем для того, чтобы добиться результата. Мы договорились с несколькими голландскими партиями, я как делегат Пассей, наша делегация, мы общались с своими коллегами из Нидерландов. Это партия Демократы 66, ряд других, которые ведут свои кампании в Нидерландах, убеждая жителей Нидерландов голосовать за Украину. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что может, многое может. И вы, Алексей, как журналист, тоже можете многое сделать, чтобы Украина там победила. Пожалуйста, Адрилин. Я делаю больше чем-то. Хотел бы трошки еще сказать про Сирию. Дивите, на самом деле, давайте еще один фактор важливый изгадаем, что там есть фактор Туреччины. И, власне, в них возник певный опосредкованный конфликт России с Туреччиной в результате российской интервенции в Сирию. И, подивите, как Туреччина на это реагировала. Дуже жестко. Когда российский літак на километр порушил их поветрянный простор и его сразу сбили. Когда активизация была на сирийско-турецкому кордону и была загроза, что полностью будет завдяки российскими авиаударами наступу армии Асада знищена вот эта вот протурецка-сирийская опозиция на кордону, турки сказали, что мы застосуем свою регулярную армию и начнем сухопутную войну полномасштабно. И они реально до этого готовились, они стягивали войска на кордон. То есть реакция была очень адекватная, очень жесткая. И я хочу сказать, что... Справедливости ради, давайте сразу же отмечать, Турция член НАТО и иметь за собой очень мощную поддержку. что все факторы я понимаю, но нам же же нужно прагнуть до чего-то кращого. Нам нужно на успешные страны смотреться, а не те, которые все програли. И, в общем, если мы смотрим на ту же самую Туречку, у них были с Россией до эскалации очень хорошие стосунки. Миллионы туристов российских в Туречке, очень хороший товарообъект, были все эти планы будильства газопроводов через Туречку и так далее. То есть у них было что втрачать. Вот те, что нам рассказывают, что мы не можем ничего делать, потому что все, это мы соби гирше зробим, мы спровокуем Путяна еще больше и так далее. Они все это понимали, что нужно делать жорстко и адекватно, они так делали, и они добились того, что на сегодняшний день эту проблему на своем певденном кордоне фактически они для себя сняли. И нам, до речи, в контексте у цьего Туреччина не только нужно вчитися, как они действуют, а нужно понимать, что сегодня мы должны с Туречки развивать очень близкие союзнические стосунки. И вообще отроджевать эту весу европейскую от Балтики до Черного моря, умовно говоря, от Стокгольма до Стамбула, это фактически та веса, которая будет стримовать Россию. Это наши природные союзники. С ними нужно сегодня шукать понимание первое за все. Послушайте, Андрей, у меня сразу вопрос возникает. А вдруг Россия возьмет и помирится с Турцией? Ну, если Украина не будет ничего делать для того, чтобы показать той же Туреччине, той же Польши, той же Швеции, странам Балтии, другим странам этого региона, Молдове, Румунии, что мы это прогнозированный партнер, мы партнер, с которым выгодно сповпрацовать. Мы на сегодняшний день, что бы там не сказали, но мы имеем одну из сильнейших в Европе армій, которая имеет боевый опыт и так далее. То тогда, звичайно, если мы ничего делать не будем, то мы снова програем. Но я закликаю что-то делать, а не сказать, что мы програем завидно. Я хотел все-таки повернуться до темы референдума в Нидерландах. От, звичайно, это очень добра инициатива ударить велопробегом по референдуму, но проблема поляга в другом. В том, что все мы пытаемся делать какие-то точковые кроки, которые не имеют загальной системы. С самого начала, когда только в Голландии начали говорить про этот референдум, в Украине очень легко и важно это поставилось. И не была випрацована загальнодержавная стратегия, как мы до этого референдума ставим раз, и что мы будем делать для того, чтобы там перемогти. Там есть несколько вариантов. Первый вариант это было играть на то, чтобы на этом референдуме пришло меньше 30% населення на выборы. Там не очень много людей ходят на выборы. Если меньше 30%, результаты референдума не враховываются. Это была первая стратегия. Почему она не была выбрана? Если бы она была выбрана, это одни дни. Другая была система действительно пытаться всех наших союзников собрать докупы. Что для этого нужно было сделать, чтобы собрать докупы? Как минимум сформировать группу переговорную или группу наших агитаторов, которые должны поехать туда. Скажите, пожалуйста, сколько дипломатов и знаниям голландской мовы были отправлены негайно в Нидерланды для того, чтобы проводить там работу? Знаете, сколько? У нас, на жаль, посол в Нидерландах не знает голландской мовы, так же, как и все працовники посольства. Я могу сказать, что мы были на тижне Украины в Европейском парламенте. Мы там встречались с депутатами Европейского парламенту, которые от Нидерландии в Европарламенте работают. Там были и те, большинство было, которые поддерживают Украину и поддерживают Угоду про Ассоциацию. И были представители партии, которые и не поддерживают Угоду про Ассоциацию. Но я вам при этом скажу, что даже там, сидя, это была добра встреча. Мы навели свои аргументы, все было правильно. Но это была инициатива украинских парламентарей, но это не была загальная стратегия Украины, каким чином перемогли там, на этом референдуме. Поэтому, безумовно, у нас в усих есть тревоги, что будет это референдум означать. Единственное, что я хочу сказать, давайте, в том числе, это не переоценивать. Елена Сотникова, у вас как члена, спасибо, мы уже поняли. Я завершую, адже цей референдум не матиме жодного впливу на существование угоди про Ассоциацию, которая подписана на право Ассоциацию. скажут НІ, то уряд зобовязан не треба розслабляти. Уряд зобовязан я хочу підкреслити дуже важливий момент. Парламент Нідерландів ратифікував угоду Украины-ЕС, але не направив її до Єврокомісії. І не направить, поки не буде результата референдуму. І якщо буде НІ, то уряд перевнесе питання про ратифікацію угоду Украины-ЕС в парламент. А далі може відбутись все, що завгодно. Бо там також політики. Їм рік до виборів. І вони, якщо різниця буде велика, то результат буде непередбачуваний. І останнє. Мій колега сказав, Україна мала обрати, наприклад, стратегію, щоб менше 30% громадян Нідерландів прийшли. Так скажіть, що треба було зробити? Що можна зробити з Києва, щоб менше 30% громадян Нідерландів прийшли на дільниці? Може їх якось сховати? Їм десь очі чи в ухо закрите? Ну це якась, ну, я вибачаю. Давайте доді слово до комитета по євроінтергенції имеється важное господин Володимир. Ну, я, наоборот, то, що сказав Алексей Гончаренко, це части, да, правда, формально не обязанно, но прем'єр-миністр Нідерландів сказав, що буде обращати внимание дуже серйозно на эту історі. Но, в принципі, я би на місці представителей правящої коалиції вообще би цю тему не педалировав і не піднімав, тому що... Ну, давайте, об'єктивно, о чому йде річ? Ратифікація і соглашення об ассоціціях, котре требує ратифікації тільки в політичній части, а в економічній, що 80% соглашення, ось вступило в силу, це зона свободної торговли, а в політичній це, по сути, абсолютно пусті фрази об обовших принципах і так далі. Це прання перемога. Це, я вам щас скажу, як чоловік, інакше, що підпишет, щоб економічна частина вступила в силу, а ратифікація, ми думали, буде ліць 10 длитися. Соглашення о партнерстві і сотрудничестві 1994 року 5 років ратифіціровали, і ніхто до того не умерли. Олег, ви ж не хочете сказати, що це буде добре для України, щоб не було ратифіційовано політичне соглашення? Якщо ми самі себе і обіцюваємо, що буде плохо, то російськіські СМІ і всі враги евроінтеграції скажуть, що плохо. Ви пойміть, це ж игра абсолютными символами. Подождите, ми говоримо с вами не о символах, ми говоримо о реальності. А реальність заключає в тому, що соглашення іссоція навіть работа, ще ли українцям, нічого хорошого не принесла. Це правда теж. Ні зону особоній торговли, що це в історичному выборі країни. Нам потрібна політична її частина. Ми хочемо бути частина Євросоюзу коли-то, чи ні? Якщо ми даже політичні частина не реагатрифіцією? Ну, ви же понимаєте, що референдум, скоріше, буде проігран. Але це не значить, що ви проіграє в парламенті. Зависить от того, як буде відсоткання. що ви скажете українцям 7 апреля. Я уверен, що і президент, і МИД, і правительство видають заявлення, що це нічого страшного, що соглашення все равно работает і так далі. Тому що це правда. Ви підтримуєш нам лучше його віграти? Я ж це не понимаю. Лучше віграти, да, але ви же проіграєте, ми проіграємо. І що відбувається. Чим серце заспокоється. Так, чим серце заспокоється. Насправді, колеги, дивіться. Стратегія була така спочатку. Спочатку дійсно ми розраховували, це був найкращий сценарій, щоб 30% не прийшло. Фактично референдум би не відбувся. Коли стало зрозуміло, згідно соціалу, і це був, до речі, офіційний сценарій для уряду Нідерландів. Це була основна їх позиція, як вони бачили подальшу розвиток. Коли вони зрозуміли, що 30% явка точно буде, це менше місяця тому, вони вирішили активно включитися в кампанію і, відповідно, почали допомагати українській стороні теж активно включатися в кампанію. Там така кількість офіційних візитів і неофіційних відбулася. Є ціла коаліція громадськості. Український медіа-центр здійснює вже місяць сидить в Нідерландах купу зробив різних акцій, щоб інформувати населення. Я вам просто для порівняння скажу. Півтора місяця тому, коли були перші цифри, у нас була така ситуація. Ні, були готові сказати, здається, 58%. 66 було в не гіршому. Навіть, так, спочатку було 66. А так, там було десь 15, всі інші не визначились. На сьогоднішній день у нас приблизно співвідношення таке. 55% ні, 45% так. Це приблизне співвідношення. Я вважаю, що за місяць це чудовий результат. І у нас ще залишається час і дуже активно зараз починає там провадитися урядом компанія. Але навіть не це важливо. Важливо те, що це референдум не про Україну. Зрозумійте це. Це референдум фактично євроскептиків. Для нідерландців вони майже нічого не знають про Україну. Про Україну купа міфів, що це корумпована країна, що тут війна. МН17. Купа негативних факторів, які ми змушені весь час якимось чином розбивати і інформувати, що тут реально відбувається. Страшно працює російська пропаганда. Там величезні гроші вкидається в нідерланди. Через що? Росія вкидає в нідерланди. Через ЗМІ, через політичні структури, через євроскепти. Я скажу останню фразу, ви потім будете дискутувати. Це дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що це питання для нідерландів висловити свою незгоду з цією політикою, яка відбувається в Євросоюзі. Це криза Євросоюзу. І Україна тут просто стала тим камнем пріткновення, якщо говорити... Заручником ситуації. Тому навіть якщо в Нідерландах станеться так, що буде проголосовано ні, я впевнена, що це буде мінімальний розрив відтак. І в Брюсселі вже чітко про це нам говорять, і є чіткий сигнал про те, що для України фактично це нічого не змінить. Політичну частину угоди в крайньому випадку Нідерланди будуть ініціювати якісь зміни в політичну частину, а економічно вона буде продовжувати діяти. Для України все це продовжувати діяти. Тому я прошу, будь ласка, дуже багато негативу. Давайте хоч щось позитивне і українців не переключати на ці негативні думки. У вас є щось позитивне, Ніколай, ви просите. Я вважаю, що, знаєте, дуже ви правильно почали з такого епіграфа, пісні господина Обломова. В ній, мені здається, головна фраза така зарита. Якщо в Росії головний враг – це ІГИЛ і Україна, то у нас, якби, тож є свій враг, з-за якого все у нашого не случається, це вони виноваты. Давайте ми, якби, посмотриємо більш-менє реальне на цю ситуацію. У нас навіть є конкретний виновник, всі ці плохого производиться. Почему именно Нидерланд? Происходить з Україною, ми про це ще споєм. Чуть позже. Госпожа Сотник сказала о ситуації з МН17. Действительно, по ідеї Голландія нас відбували на сьогоднішній день допоміщених лиц з Донбасса і з Крима, для яких ми практично нічого не робимо. І в глазах Європи, що би ми не говорили, коли говорите, міф о коррумпированій країні, це ніхакой не міф, це реальність. Коли в глазах Європи, вони розуміють, що у них є ситуація, і дійсно, у них є економічний кризис, у них дійсно є кризис в цілому Єврозони, і у них колосальна безроботица, то ще якщо хлынут наші беженці, які будуть готові за счастье работать за 600-800 євро, що для наших людей це колосальна зарплата, то, звісно, Європа не хоче нас в качество країни, з якима можна имати безвизовий режим, тому що у нас 40, у нас не 2,4 мільйона, предположим, як в той же Литве, яка сопоставима з Одесською областью, у нас 40 мільйонів людей, і ці 40 мільйонів хлынут в Європу, і Європа переживає за себе, у них дійсно, якщо Великобритання, як кажуть в Одесі, на полному серйозі обсуждала вопрос своєго выхода, і фактично вела переговори з Європейським Союзом тільки на основі резкого ужесточення визового режиму. Якщо ми зовсім не вспомінає цю фразу господина Юнкера, і зовсім наш політику о неї не говорить, що господин Юнкер сказав, що 25 років взагалі обо всьому забудьте. Ви Путіна защищаєте? Я хочу, щоб у нас ми повинні думати о своїх проблемах, ми повинні рішати свої проблеми і в голосах Європи, і в голосах Європи, і в голосах Європи. Дуже короткі три тези. Перше, нам треба все зробити, щоб виграти цей референдум, але і Євросоюз, і уряд Нідерландів сказав, що якщо буде невеликий різниця, ми можемо програти, на жаль, але це не відобразиться, і це не катастрофа, це не зрада, це не поразка. Це перше. Друге, дійсно, в Нідерланди, Росія, це вже показали, це написали всі ЗМІ, вкладає великі ресурси. Через медіа, через громадські інституції, через політичні сили, через депутатів Європарламенту, який є проросійський, ми з ними от в пар'є, ми це бачимо. І третє, Оленка сказала дуже важливу тезу. Це референдум голландців не по відношенню до України, а по відношенню до ніби розширенню ЄС і питання міграції і так далі. Адже, що відбулося тиждень тому в Німеччині, ви знаєте, Євгеній, ви, напевно, відслідковуєте, в трьох землях відбулися вибори. Що сталося? В Саксонії 24% набрала партія євроскептиків, альтернатива для Німеччини. АФД, так. Сьогодні я був в посольстві Словаччини. Що було три тижні тому в Словаччині? Про російська, антинатівська, антиєвропейська партія Котлєба взяла 8%. Це фашистська партія фактично в Словаччині. На жаль, і про Великобританію дійсно буде референдум. І останнє опитування показало. 52 на 48 фактично Великобританії розділилися. Тобто, не треба кричати про зраду стосовно цього референдуму. Так, дійсно, ми, може, дещо не допрацьовуємо, я згідний, але це голландці йдуть, і вони налякані Сирією, вони налякані ІГІЛом, вони налякані іншими моментами біженців, і вони голосують не проти України. Вони, чесно кажучи, не знають, що в нас відбувається. Вони голосують, фактично, боячись розширення Європейського Союзу на Схід. Все. І ви знаєте, одна третина. Одна третина, господа. А можна я два слова скажу? Вот просто к нам присоединился ще один гость, Владимир Федорин, он в некотором смысле у нас сьогодні іменинник, потому що сьогодні була презентация книги Бориса Ложкина, «Четвёртая республіка», і я там тож був, і мёд пил, і по усам текло, і в рот ні капля не попало. Але на ефір успіли. Потому що нельзя перед ефиром, щоб хоч капля туди попало. А вот там була вся политическая елита, весь бомонд, я не знаю, президент там появился, Владимир? Да. Микрофон дайте, Владимир. І даже полемізували. А вот возьміть, пожалуйста, микрофон. Ну, я просто, почему именинник, потому що він фактично соавтор этой книги, написана на обложці, при участиї Владимира Федорівна. А ви вже заинтриговали, а що там за полемика у вас возникло? Ну, на самом деле, эта книжка, я долго думал, як описати для собравшихся, для депутатов, для членів кабінету міністрів, для представителей администрації. Про що це книжка? Меня спрашивали, спрашивали. І я, в конце концов, понял, що ця книжка – це последне предупреждення для політичного класу України, що о том, що без глубоких системних реформ, без борьбы з коррупцією, без очистки політичні системи від коррумпуванних політиків, без глубокій приватизиції нічого не буде. І на самом деле, це позиція, яку розділяє мой соавтор, чи як я його називаю, головний автор этой книги, тому що повістування ведеться від лиця голови администрації президента. Я послушав нашу дискуссюю, я со многим із того, що услышав, готов соглашаться. Я готов согласиться, например, з Николаєм, який говорить, що проблема України – це проблема не тільки Путином звані. Але я совершенно не можу согласиться з Николаєм, коли він считає, говорить, що Україні потрібно не смотреть в Європу, а смотреть на свої проблеми. Я такого не говорив близько. Ну, тем не менее, я такое услышав. Ми написали книгу о том, що Україна – це на самом деле країна, яка хоче стремитися стати частиною Западу, це країна, яка стремиться бути новою европейською політичкою нацією. І для того, щоб приуспеть на цьому пути, нам необхідно проводити глубокі, бескомпромисні, радикальні реформи. І коли я сказав собравшимся в зале політикам, що на самом деле, якщо ви, а я вам желаю успіху, в выполнении цих задач. Якщо ви не справитесь с цей задачей, то, що необхідно зробити для України, будуть робити інші політики, інші політичний клас. Дякую. 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 У меня вопрос ко всем здесь присутствующим. Вот скажите мне, пожалуйста, всё ли было сделано в своё время для того, чтобы этого не допустить? И что делается сейчас для того, чтобы добиться деоккупации Крыма? Вот вас попрошу. Вы же человек в особых отношениях с Крымом находящийся. Ну, я хочу, во-первых, сказать, так, коротко вернувшись к сирийской проблеме... Ну, нет, давайте уже не будем выращиваться. Она связана с Крымом. Хорошо, если связана, то давайте. Да, потому что, во-первых, у оппозиции появились зенитно-ракетные комплексы современные, которые могли сбивать российские самолёты. Как когда-то в Афганистане. Да, как когда-то в Афганистане, где я служил, появились стингеры, лётчики боялись летать. Во-вторых, конечно же, было сделано не всё. Я тогда туда поехал в качестве представителя, в прошлой передаче вам рассказывал. И я сегодня могу первый раз сказать о том, что, чего никто не говорил, был подготовлен военный замысел наших военных, который пока нигде не оглашался. Я его видел в своё время, два года назад, в то время, когда разведка всё равно работала и при Януковиче, и обладали информацией о том, что Россия готовится к захвату Крыма. Главный военный инспектор, генерал-лейтенант Фролов, который в своё время был главком сухопутных войск, а в то время главным военным инспектором Министерства обороны подготовил, уже, когда был Турчинов и Тенюх министр обороны, он подготовил план проведения специальных учений и приведения в полную боевую готовность войск украинских с переброской четырёх бригад 3-го полка спецназа и десантной бригады, для того, чтобы упредить действия российских войск по захвату Крым. Никто не подписал эти приказы, никто не отдал. Сегодня, когда публикуют распечатки СНБО и кого-то пытаются очернять и кого-то сделать героем, героев не было, потому что те, кто командовали тогда государством, у них не хватило политической воли. Сергей, мы можем говорить прямо, те, кто не подписали, сдали Крым? Да, можем говорить прямо, потому что я видел документы, я видел карты военные, где были подготовлены действия наших войск, где морская пехота из Керчи должна была наша блокировать Керченскую переправу, где батальон морской пехоты из Феодосии должен был выйти и, значит, захватить, ну, блокировать Кировский аэродром, а 36-я берегов... Охватило бы силы, главное, боевой подготовки. Послушайте, у нас было 15 тысяч военных, даже не беру 10 тысяч милиционеров, 3 тысячи внутренних войск боеспособных. У нас было сил достаточно для того, чтобы показать зубы и для того, чтобы занять, скажем, выдвинуть 40 танков и удержать Бельбек, где наш нынешний коллега-депутат Мамчур с флагом ходил без оружия. У нас были силы, и не все военные украинские были предатели. Я там был, и были командиры. Некому не хватило воли отдать приказ защищать Родину из Киева. И действительно... И не надо рассказывать сегодня Бельбеке о том, что на нас Россия... Кто должен был отдать приказ, простите? Тогда исполняющий обязанности президента, министр обороны, начальник генерального штаба... Но начальник генерального штаб, наверное, не может отдать приказ. Начальник генерального штаба, это главнокомандующий вооруженными силами, верховный президент, а главнокомандующий у нас не министр обороны, начальник генерального штаба. Достаточно было привести в боевую готовность, отдать приказы и перебросить даже те подразделения. Сергей, а не хватило только воли или, возможно, была еще и мотивация? Конечно, мы были в определенной степени слабые, но не надо сегодня сказки рассказывать о том, что Россия бы напала на нас оттуда. Послушайте, весь народ был тогда на высочайшем патриотическом уровне. Даже если бы Путин дошел до Киева, отсюда бы никто не ушел. Понимаете? Здесь, я говорю, воли не хватило только воли или, возможно, была еще мотивация? И вторая часть моего вопроса, какой должна быть ответственность, помимо исторической, конечно? Я думаю, что будет в свое время ответственность, которую нужно будет спросить, потому что сегодня многие из себя героев изображают. Я не изображаю героя, но я там был, а многие там не были. Я предлагал провести выездное заседание парламента Украины, не сделали. Предлагал принять законы и дать Крыму любые полномочия, кроме суверенитета и денежной единицы, отдать им все и сделать референдум бессмысленным. Этого тоже не было сделано, понимаете? Бедных этих командиров наших бросили, как щенят там, понимаете? Вместо того, чтобы выдвинуть войска на позиции, даже те войска, которые были. И помочь, если бы мы там дали по зубам, пусть бы мы потеряли Севастополь. Может быть, что-то произошло, не было бы Донбасса. Если бы мы силу там показали какую-то, чего мы из себя импотентов делаем. Украина. Все с этим согласны, господин. Абсолютно видел своими глазами, на моих глазах захватывали аэропорт Симферополя. На моих глазах 28 февраля утром. Его охраняло два украинских милиционера. И заехало четыре Урала российских спецназовцев. Вопрос. Неужели нельзя было взять под контроль Перекоп, Симферопольский аэропорт, здание Верховного Совета Автономной Республики Крым, здание Совета Министров Автономной Республики Крым? Это несколько объектов. Я не погоджуюсь, а не можно было. Несколько объектов, которые можно было взять под контроль и защищать. Леша, спасибо, вопрос прозвучал. Нельзя, говорит Андрей Антонищев. Давайте ему дадим. У нас в центре Симферополя стояла бригада внутренних войск. 700 человек. Генерал Балан, который сегодня первый зам командующих национальной гвардии. Это патриот и боеспособный человек. У нас в Кизилташе стоял спецназ Ягуар, 800 человек, которые не пустили казаков, дали им по морде. Балан выдал по пять боекомплектов в Симферополе, и туда никто не сунулся. И он 1700 внутренних войск вывел из Крыма со знаменами, с оружием. Полега, давайте говорить о фактах. Да. Я могу себе дозволить говорить о певне речи, потому что я створил батальон Кульчицкого, который мог воевать в Крыму, на жаль, не встиг. Так вот, что касается национальной гвардии генерала Балана. Он является моим личным товарищем. И очень много вещей по Крыму мы проговорили. На жаль, первая помилка была, величезная стратегическая помилка была деколькох министров обороны и урядов в том, что в Крыму призов формировался за территориальным принципом. В Крыму в армії служили офицеры, которые жили в Крыму. В Крыму в основном в армії служили солдаты, которые жили в Крыму. Им было что втрачать. Они не хотели бороться и не хотели выходить. И целые полки у нас было зрадников. То есть вы считаете, что солдаты из Харькова лучше бы отстаивал Крым, чем крымчанин? Одну минуту. Я не говорю сейчас за солдат из Харькова. Теперь второе. Что касается боевиздатности наших... Что касается... Дайте мне высловить и закончить. Теперь что касается службы безопасности Украины. Я разговаривал с теми парнями, которые несколько человек вышли из Крыма и сейчас работают у нас, служат. Службы безопасности Украины. Была тотальная зрада СБУшников. Что касается контрозвитки. Такое самое. Чи были известны факты, что готовятся в Крыму? Да, конечно, что были готовы. Но, разговаривая с контрозвитчиками, которые перейшли на нашу сторону, которые собрали честь и совесть, они сказали, так мы знали, что двигаются корабли и что пересекают пространство Украины вертольеты и летаки. Но мы не знали, что они летят на базу, что они наложат до этой базы, что они не наложат до этой базы. И, наконец, вы посмотрите, численность всего группирования, которое было в Крыму, и количество тех людей, которые сберегли верность при саде. Поэтому сейчас говорить, что с этой небоездатной тогда армией мы бы могли сберегать Крым, ну, мягко кажутся, это неверно. Хорошо, а мне хочется послушать, вот рядом с вами сидит военный человек, Тарас Констанчук. Тарас, а вы как думаете? А я очень просто думаю. Той, кто думает, что можно отдать хоть метр земли, это зрадники, брехуны и трусы. Это очень все просто. Надо было каждому командиру думать о том, как не сдать свою батьковщину. И не размирковывать, сколько там боездатных, небоездатных. Надо было отдать наказ на знищение вора. В первый же момент, когда этот наказ надо было отдать. То есть, как только появилась загроза, что на Украину нападают, напали, зеленые человеки. Абсолютно я погоджуюсь с Сергеем Куницыным. Надо было отдать наказ. Единственное, что я не понимаю, почему они не отдали наказ, те полковники, командиры полков и так далее, которые тоже мали право отдать этот наказ. Кто виноват? А итогов, кто виноват? Вы не те, кто были при владе в тот момент. Не хватило смливости. Не имеет значения, сколько бы мы тогда втратили людей. Это были бы патриоти. Мы бы сейчас не мали ни Донбасу, ни ситуации в Луганске и так далее. Да, дійшли бы, возможно, кто-то бы из них и рискнул из российских этих детей до Киева. Сейчас бы их уже и близко не было. Так я вам запевняю, сейчас бы уже Россия разваливалась. Сейчас бы уже Россия разваливалась, если бы они тогда рискнули пойти на Украину, на Киев. И не нужно рассказывать, если вы боитесь, або все тут сидят боятся, что все украинцы боятся. Не, встала бы вся Украина. Все готовы были взяти оружие в руки, навіть и ржавые автоматы, и пойти боронить свою батьковщину. Спасибо. Алексей, спасибо. Еще одно замечание у Олега Волошина есть. Потому что господин Куницын говорил, нужно вспомнить, тут можно долго дискутировать о наземных подразделениях, но были же боевые корабли, которые просто были брошены, и где экипажи были не из местных, и где... Вот Данузлав, вот я, у меня отец удостритель, там, ну, любой командир, получивший, да, это даже не территория Крыма, это вообще можно было, тем более, что Путин на тот момент отрицал, что ты их солдаты. То есть, это был бы акт пиратства, в случае с актом пиратства, если бы украинские военные применили силу на борту корабля, никто бы не пискнул, даже в Москве. Как можно было ждать, пока они из Севастополя, притащат старый сторожевик очаков, начнут его топить в фарватере при выходе из бухты Данузлава, и ждать, пока наши корабли там останутся. И вот за это, кажется, должны отвечать и господин Тенюх от свободы, и господин Турчина в первую очередь. Потому что бросить боевые корабли. Понятно, понятно. Одну секундочку. Почему украинские с Турчиной вывели своих? Шановный военный, я так понимаю, активный участник боевых действий, Майдана и так далее, герой войны. Так вот я вам хочу рассказать, шановный, что верховный главнокомандующий принимает решение начать войну. Если вы, я так понимаю, дипломат, этого не знаете, то мне вас очень жаль. Если вы даже почитаете сценограму, которую они опубликовали, то там как раз четко написано, что Тенюх говорил про то, что есть вариант использовать силу. И он отверто сказал, что да, очень мало боевых действий, но в результате этого решения не приняли выполнять обязательства президента. На тот момент верховный главнокомандующий. Это раз. А по-друге, команды стрелять давали. Они не выполнялись. Это же требуется в знаках. Алексей. Простите, пожалуйста. Секунду. А теперь я буду говорить. Уже прозвучало несколько конкретных имен и фамилий, виновных во всех проблемах, которые были тогда и не только тогда. Я обещал еще в середине этого часа, что еще одну фамилию человека, который виноват во всем, включая аннексию Крыма, мы сегодня назовем с помощью Васи Абломова. Вася, в конце этого часа вам еще раз слово. Да, 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 да. Друзья, перед тем, как я исполню еще одну шуточную песню, хочу сказать три вещи. Я вот сидел, все это слушал. Первое, я хотел сказать, что, друзья, 20 марта мы ждем вас всех в Киеве на свой концерт, который называется в Докер-пабе. Второе, грустное, я хотел сказать. Я хотел сказать, что обратиться к людям, которые имеют отношение к власти в Украине, я хотел сказать, что два года назад или около того, произошли события на Майдане, в результате которых погибли люди. И я бы хотел, чтобы люди, которые имеют отношение к власти в этой стране, об этом помнили, и чтобы жертвы этих людей не были напрасны. А третье, что я хотел сказать, все-таки песня шуточная. Сейчас очень модно искать разницу между нашими странами. Меня часто в интервью спрашивают, чем же отличаются Россия и Украина, вот чем же они отличаются. Я знаю одну вещь, в чем мы очень все похожи. Мы очень любим искать виноватых. И следующая песня как раз об этом. Она называется «Так говорил Табаков». Тоже барбарская вещь. Наше общество в катаклизме. Все серьезно, все без дураков. В этой братской войне и в этом фашизме виноват Олег Табаков. Донецк погрузился в отчаяние. И в окоп погрузился Ростов. Все наши мечты и тайные чаяния разрушил Олег Табаков. Это он, лицемер Иуда. Он голос мультяшных котов. Ах, как обущала родная культура и вместе с ним Табаков. Вот он, разносчик заразы, пособник железных оков. Войску РФ, отдавая приказы, смеялся Олег Табаков. И вследствие боинга сбитого. Отчет о котором готов. Международный судья обвинит его. Скажет, это сбивал Табаков. А когда на Майдане месили обычных людей и ментов. Вот тогда Янукович убежал в Россию. И его приютил Табаков. Но стоит ему пройти маршем. И взять свое слово назад. Как Крым перестанет быть нашим. И двери закроются в ад. Спасибо. Счастья, любви и добра. Спасибо большое Васе Обломову. И на самом деле, я второй раз его благодарю, потому что сам в некотором смысле в свое время повелся. Ну, хороший актер, пожилой человек, который иногда говорит полные глупости. И вдруг там сам я там впал в этот грех, начал писать длинную статью по поводу того, какой он нехороший. Очень часто, на мой взгляд, нас разводят, господа. Разводят политиков, разводят журналистов. Вбрасывают им совершенно второстепенные, третьестепенные темы для разговора. Ровно для того, чтобы мы редко говорили о серьезном. О том, что действительно серьезно и представляет большую проблему. О больших проблемах и о серьезных темах в следующей части программы. Мы переходим к заключительной части нашей сегодняшней программы. И вначале я хотел бы просто поделиться двумя важными сообщениями, которые мы получили. Во-первых, президент Евросовета, Европейского совета Дональд Туск по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что все 28 глав государств и правительств стран-членов Евросоюза призывают Россию немедленно освободить Надежду Савченко и других незаконно удерживаемых граждан. Поименно названы в заявлении Туска Савченко и Олег Сенцов. И второе заявление, которое нас возвращает к крымской теме. Мустафа Джамилев заявил, что если российские оккупанты в Крыму признают Меджлис экстремистской организацией, такой вопрос стоит сейчас на повестке дня, это будет означать войну крымско-татарскому народу. Признание Меджлиса экстремистской организации, сказал Джамилев, это уже цитата, будет означать объявление войны. И он призвал создать в ответ на это в рамках ООН специальный орган, который займется расследованием преступления РФ против человечности. Ну, дойдет ли до создания трибунала, это отдельный вопрос. Возможно, это очень долгий путь, но тем не менее, вот мы говорили в предыдущей части о том, кто виноват в аннексии Крыма, о том, что не было оказано сопротивление захватчикам. И, господа, если кто не понял иронию Васи Обломова, он спел песню про то, что идиотизмом является, на мой взгляд, я с ним разделяюсь, попытки перевести стрелку на условных актеров, играющих в российском кино. Это кто не понял, я специально разжевываю. Ну, а все-таки, если всерьез, как добиться деоккупации? Появился у нас даже термин такой, как добиться деоккупации? Кто виноват, мы там версии услышали. Алексей, как добиться деоккупации? Дякую. Я вот хотел одну речь сказать, мне кажется, надзвичайно важливым в контексте сегодняшней разговоры, да и взагалі того, что мы должны делать, каждый на своем уровне. Хотя я держу в руках решение Голосеевского районного суда города Киева, оно сегодняшнее. Мы всегда суды сгадываем в таком негативном контексте, но есть и правильные решения. Вот сегодня впервые, за два года оккупации Крима и далее оккупации Донбасса, Донецкой и Луганской области, мы получили решение суду, где установлен юридический факт, который является правильным и не потребует доказания в всех других процессах, стосовно того, что в Украине есть место российская оружие на Донбассе, а также что часть Украины, часть Донбасса, оккупирована. Это решение стало возможным, его мне передала моя коллега по батьковщине Ирина Веригина, которая была в последние годы главой областной администрации, Луганской областной администрации. Так вот, она, как вимушена переселенка, подала до суду, где просила суд установить юридический факт, что она стала вимушенной переселенкой через оружие Агрессии РФ против Украины и через оккупацию частини Луганской области, где она проживала в городе Луганск. И поэтому вопрос о том, что у нас там АТО, не АТО, оно, значит, мое быть взятое вообще с порядка денного. Адже мы должны сейчас, что делать, и это было бы завдание в протяжении двух лет, в том числе нашей влады, действительно набирать эти важливые доказы, которые имеют значение, когда эта справа будет рассматриваться в международных судах, в том числе в Международном трибунале. Ось эта первая справа уже есть. Мы ее выкладываем в интернет, чтобы все могли ее видеть. И те вимушеные переселенцы, я просто радуюсь, вертаюся до всех, которые стали жертвою российской агрессии, а также окупации их территории с боку России, подавали до суду и установили эти надзвичайно важливые юридические факты. Это один момент. И второй момент, который я считаю необходимым сейчас сказать. Вы порушили вопрос Надеи Савченко и список Савченко, который сейчас стает актуальным на порядке денному Европейского Союза и всего света. 22 квитня прошлого года украинский парламент принял решение, принял постанову про список Савченко. Тогда до этого не поставили серьезно. Ни тут в Украине, на жаль, потому что эти люди не попали под санкции после решения парламенту. Виконавча влада не выполнила свою работу. Но и в Европе до него ставили про холодную. И только тогда, когда Надя Савченко оголосила сухую голодивку, в Европейском Союзе реально говорили про список Савченко. 21-22 березня будет оголошение вируса Наде Савченко. Я много раз ездил до Российской Федерации на разные суды. Это будет заключенный суд. 23 года попросила прокуратура российская для Надя Савченко. Решение не будет сильно отличаться. 20-ка будет для нее. И мы не должны рассчитывать на то, что там будет справедливый суд. Его не будет, его не существует в России. Там будет решение, которое будет, но дальше все вопросы решимы в политический склад. Для того, чтобы сделать тиск очень важный на всю эту российскую машину, показать единство Украины, потому что, когда там перебиваешь в России, подии в Украине по-иншому выглядят, поверьте. И там много чего переосмислишь по-иншому. Заклик наш, который родила Батьковщина, я его хочу повторить сейчас. В кого есть возможность 21-22 числа? Давайте продемонстрируемо единство. Врятовать Надею Савченко – это означает найти выход для всех других политических вязков, которые находятся в Российской Федерации. Треба туда поехать на суд. Показать, что все украинские парламентарии объединялись заради того, потому что Надя Савченко – депутат парьер от Украины и от всего украинского парламента, а не от одной фракции Батьковщины. Вот этот заклик. И я хочу, чтобы действительно мы звезды принесли для Украины маленькую победу. Победу нашу единство. А Надя обовескова будет в Украине. А позвольте мне сказать два слова. Я сегодня специально там смотрел, а кто в этом списке. Я не утверждаю, что тот список, который опубликовало радио Польши на своем сайте – это окончательный список. Но вот тот список, который висит на сайте польского радио, он лично меня не удовлетворяет, если угодно. Потому что там в основном российские правоохранители разного уровня, прокурорские чины, судейские чины, ФСБшные чины, положа руку на сердце, которых совершенно не колышет. Введут против них визовые санкции, арестуют там их счеты. Счетов у них с высокой долей вероятности может и не быть. Какой-нибудь там недвижимости, оформленной на себя, или на какие-то офшорные фирмы, там у них тоже может и не быть. У Бастрыкина есть, точно мы знаем, Следственный комитет Российской Федерации. Я говорю, что там есть только Бастрыкин, там есть Бортников, директор ФСБ. Сейчас всех на память не помню. Путин, например. Первый номер в списке. Секундочку. Уже было сказано господином Шульцем, что в окончательном списке фамилии Путина, скорее всего, не будет, Евросоюз не готов его объявлять персоной нон-грата. Но есть, на мой взгляд, огромное количество людей, которые принимают, или, скажем так, причастны к принятию решений по поводу Савченко на политическом, на дипломатическом, на пропагандистском уровне, которые могли бы быть внесены в этот список. Это и чиновники администрации президента Российской Федерации, и МИДовские чиновники, и люди, которые, заметьте, не как журналисты, здесь речь не идет там об учеблении слабого для слова, а как правительственные чиновники класса А, отвечающие за работу с проправительственных средств массовой информации, ко всему этому имеют дело. Самое прямое отношение. Алексей, можно одну ремарку? Я только не Алексей. Алексей, я. Прошу прощения. Евгений, я на что хотел бы обратить внимание в контексте Крыма. Сегодняшний визит Путина и поездка на Тузлу и на тот мост, который строится. Я 10 лет занимался этим мостом, когда-то там Лужков был помешан. Здесь мы не должны проморгать одну ситуацию. Если идея с мостом провалится... Им еще Гитлер вообще был помешан. Гитлер его сделал в 44-м году. Он, кстати, там существовал, и по нему поезда ходили. Но потом его... Недолго. Да, торосы снесли. Дело не в этом. Если идея моста не реализуется, для Украины остается серьезная военно-стратегическая угроза. Крым сегодня деградирует. Воды нет, электроэнергии нет, социальные негативы растут, и остается военно-стратегическая угроза удара через Мариуполь, Бердянск и прочих дел. Нельзя не обращать на это внимания. Вы что, хотите, лучше бы мост построить? Нет, я не хочу. Я хочу сказать, чтобы мы не расслаблялись в этом плане. У России эта доктрина существует, что если там не состоится... Прорубить все-таки коридор с востока на Крым. Да, прорубить коридор с востока и отсечь. Они решают все проблемы, прорубив коридор, и решают проблемы и газа, и электроэнергии, и воды и прочее. Ну, вообще, военные эксперты, Сергей, еще год назад говорили о том, что эта идея фактически нереализуема, потому что слишком широкий фронт надо пробивать, и слишком много сил и средств надо на это положить. Вы сомневаетесь в том, что Владимир Владимирович способен? Поэтому я могу сказать... Я не военный эксперт, я к мнению военных экспертов прислушиваюсь. Но я последнее, что скажу сегодня. Вот у меня вернулся один из моих друзей, приехал из Крыма, он там живет. Я его спросил сегодня, как настроение у крымчан. Он мне говорит, ты знаешь, был вчера на центральном рынке Симферополя. Идет пьяный мужик и орет, Раша, Россия, Россия. Ему навстречу два 30-летних таких парня, и говорят, слышишь ты, рот закрой. Потому что, говорит, чего мы добились? И он мне говорит, командир, еще полгода назад бабки на базаре этого мужика бы порвали. А сейчас бабки говорят, да, мы ничего не добились, плохо. Но что они говорят в адрес Украины? Сергей, вы же понимаете главную проблему? Недовольных, может быть, количество увеличивается. Сегодня очень многие крымчане уже не за Россию, но еще не за Украину. Я последнее, что скажу. Знаете, почему? Потому что они говорят, а что хорошего сейчас на Украине? Думаю, что нужно быть ответственным и говорить о том, что вопрос о окупации Крыму – это не один год. Можливо, не один десятилетий. На жаль, мы видели ситуацию с Косово, вы знаете, как она закончилась. Для Сербии, Певничной Ирландии, Ирландия там десятилетиями и борьба и рай, и так далее. Северный Кипр. И много других моментов. Это первое. Это не песимизм, это реальность. Другое. Правильно говорит пан Сергей. Если сегодня в Украине не запропонуют экономический подъем, то Крым, чтобы мы не делали, мы не переконаемо Крымчан. Другой момент. Украинская армія. Если мы говорим о том, что Путин или Россия будут делать опор, без сильной Украинской армии ничего не будет. Третий. Одинность. Чи цей парламент, чи будут перевиборы, что завгодно. Если украинская политическая элита не будет единою перед викликами, на жаль, она сегодня разбита, разъединена. И это не поменяет выборы. Мы можем каждый месяц делать выборы с надеей, что объединяется элита. На жаль, на превеликий жаль, ситуация не изменится. И четвертий пункт. Двести процентов. Четвертий пункт. Крымские татары. На жаль, это нужно признать, серьезной политики украинской влады по отношению к крымских татар не имеет. 300 тысяч татар там самим, против ФСБ, против ГРУ, против поциализма. А теперь другая. А не забывайте, 24% этнических украинцев. Это те люди, которые должны стать нашим опорой. На жаль, они не есть. Потому что так же, как по татарам, я честно скажу, я мало верю в то, что нам сегодня есть механизмы переконать 50% с грамком этнических россиян. Нам будет тяжело это сделать. Но четвертая часть крымчан, особенно в певночь Крыму, это этнические украинцы. Програма, програма, гроши, ресурсы, радиостанции, телебачения, какие-то подпильные моменты, работа контрозвитки. На жаль, треба констатувати, программы, дей, конкретных наступальных моментов, нема. Саме тому, что мы сегодня начали с чего? Годину-півтори мы говорили, кто, куда, что, как. Пока это будет продолжать, не будет ни допомоги Заходу, ни того, что мы сможем сконцентроваться, как забрать Крым. Вчера было одно важное событие. Вчера, несмотря на то, что вся эта неделя в парламенте была абсолютно непродуктивной, к сожалению, вчера парламент принял постановление, наконец-то, о проведении парламентских слушаний именно с таким названием, как вы, Евгений, говорите, стратегия деокупации Крыма. Как это сделать? Как этого добиться? Мы, межфакционное объединение Крым, в котором умею часть быть, я, Сергей Владимирович, другие наши, Мустафа Джемилёв, Юлий Мамчур, Рифат Чубаров, мы, наконец-то, этого добились. Удивительный факт. За два года после оккупации Крыма ни одних парламентских слушаний по этой ситуации не было. Это даже трудно поверить, но это факт. Леша, из-за кончера приняли о создании условий для обучения Абсолютно верно. То есть, какие-то шаги и мы все-таки добиваемся. Это очень тяжело. Но есть и конкретные шаги. в своих высказаниях. Пожалуйста, Юрий. Я думаю, я погоджусь с теми, кто говорит про то, что два года назад сохранить Крым в составе Украины было легче, чем сегодня его восстановить. Мы дали возможность, без нижнего пострела, провести фиктивный референдум, который сегодня стоит... Там же не стреляли в тот момент. Иначе был бы Донбас. Сегодня мы должны все-таки понимать, что международное сообщество в этом вопрос важное. Но мы пропустили одну событию, которая произошла в понеделок, 14 березня этого года, когда 28 глав закордонных ведомств страны Евросоюза приняли стратегию относительно Россию. Пять пунктов, в которой есть дотримание Минских угод, но нет ни слова про Крыма, про его деокупацию. То есть сегодня по основным гравцам все-таки в политическом, в внешнем политическом процессе есть Европа, потому что в Америце, мы понимаем, идут выборы. У них этого года будут выборы. Они выходят от процессов внешних политических, переходят на внутренние. И ту статью, которую мы сегодня обговорим в журнале «Атлантик», там Джеффрі Голдберг написал, надо вспомнить, что она писала в 2 года. В которой скреплены фрагменты интервью с Марком Монова. Так, она писалась в 2 года. И поэтому это отрезок про Украину, про его деокупацию, мы сейчас, ну, я, например, особо не могу сказать, когда она была сказана. Потому что сегодня Америка уже стоит на прозе выборов. Поэтому сегодня основным гравцем в этих вопросах все-таки Европа, Германия. И вот та позиция, которая была выражена в понеделок, она меня особо засмучивает. И я, например, меня засмучивает позиция нашего МИДа, которая ни одного ноты не выразила и ни одного пояснения. Почему? После МЗС. После Второй святой войны первый случай в Европе незаконной анексии и Европа промовчала. В данном случае. Поэтому мы должны это вопрос поднимать очень жестко, иначе это вопрос заговорится. И, кстати, чтобы вы понимали, на второй день, именно 15 березня, Россия оголосила про вывод из Сирии частины своих войск. То есть, я сейчас не утверждаю, но у меня сейчас вопрос, если не связаны две события позиция Европы о том, что до пяти пунктов и вывод из Сирии частины войск. Юрий, еще один короткий комментарий. Я хотел бы присутствующих здесь народных депутатов обратить внимание еще на одно обстоятельство. Очень важное, на мой взгляд. Вот в России есть очень авторитетный ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор, который пользуется очень большим авторитетом в соответствующих кругах, в своих кругах, я имею в виду, профессиональных, Елена Анатольевна Лукьянова, которая написала, на мой взгляд, блестящую статью в свое время в оппозиционной новой газете, а потом издала ее как отдельную книгу, как отдельную брошюру, где она подробно разбирает, какие положения российского законодательства и российской конституции были нарушены в процессе аннексии Крыма. Я считаю, что на это обстоятельство всем здесь присутствующим, вашим коллегам надо обратить и по возможности об этом говорить, когда вы, господа, контактируете с представителями Европы, Америки. Речь идет не только о нарушении России базовых принципов международного права, но также и о том, что минимум 8 грубых нарушений конституции и основных законов страны. Пожалуйста, Тарас. По поводу деоккупации Крыма, мы забываем, что кроме политической части есть основная экономическая часть. Нужно понимать, что Советский Союз в 1991 году распался, была распущенная империя не из-за того, что империи этого сильно хотели, деньги закончились, но содержать невозможно было, поэтому, что до сих пор не сделано, до сих пор не оценены убытки, до сих пор не оценена упущенная выгода, Черномор, нефтегаз, сколько имущества там оставлено, до сих пор не сформулирован у нас ни в один суд, никаких исков нет, только коммерческие структуры у нас пока воюют за это, отдельно счет банки, если не ошибаюсь, приватбанк, только подали в суд о том, что оказывается у них там имущество, то есть нужно максимально увеличить... Это только начало, на самом деле, а максимально... Иски крупных частных структур могут оказаться тоже очень эффективным инструментом. Нет, так я рашу частную структуру, мне интересует государственная структура, сколько государственного имущества там оставлено и используется. Украина подала. То есть этого пока, пока, но пока я не слышу. Европейский суд про права человека. Какая сумма? Триска в ЕСПЧ от Украины и открытое уже производство. Украина против России 1, 2, 3. Полтора триллиона гривен была... Гривен, это после девальвации. 100 миллиардов долларов оценен ущерб между ведомцами группой. Евгений, я сегодня Невзоров хорошо высказался. Читали по Грэму? Александр Невзоров, не читали? Максимально экономического ущерба. Александр Невзоров. Ну, Александр Невзоров вообще в последнее время часто высказывается... Вон по Грэму там очень серьезно высказался. Да, пожалуйста, Милан. Я почитаю. С этого начнется развал Российской империи. Он сказал. Говорится про настрои мешканців Криму. Звичайно, завдання переконувати їх, ставати на нашу сторону, никто не скасовывает. Воно є абсолютным и очевидным. Воно на поверхности. Но, на превеликий жаль, я впевнен, что сейчас население Криму никакого не является субъектом геополитической игры. Даже если представить какую-то фантастическую ситуацию, что нехай 80% населения мы сможем переконать, показать им приклад, своими реформами, своими поступками до Европы, даже если 80% будет за Украину, все равно Крим не повернется до нашей страны. Потому что есть элементарный пример, например, Корея, Повторная и Повторная. Резница в уровне жизни там значительно больше. Мы не сможем достигнуть аж такого кратного, багато кратного переваги за ВВП, за зарплату и так далее, как есть между Повторной и Повторной Кореей. И что, жодного сближения де-факто мы не имеем. Поэтому пока между двумя Кореями объединение вообще не стоит на порядке днем. Уже много десятилетное. Поэтому пока что, как мне скидается на то, что деокупация Криму невозможно без ликвидации российской государственности как такой в ее нынешнем вигляде. Я не знаю, что это может быть. Большое спекуляции о распаде России. Деякие люди любят малювать даже окремые карты, делят на 10-20 государства. Я не знаю, мне кажется, что это уже спекуляции и немного пальцем в небо есть. Это, знаете, мне кажется, к сожалению, выдают желание за действительное. Абсолютно, выдают, даже не за действие. Но какими-то изменения правильного класса в России, то есть прекращение российской государственности в этом вигляде. И второе, если можно, очень коротко, было сгадано про Надю Савченко. Я не знаю, что тут можно еще додать до цієї темы, бо, власне, цей кейс, ця справа, вона уже обговорена, вона на порядку денному, навіть на світовом рівні. Але не треба забувати, что на Савченко единою багато хто еще памятает прізвища Семцова и Кольченко. Я думаю, всіх, кто, власне, кто стежит за новинами, могут это сказать. Насправді, еще понад 20 граждан Украины зараз не за... Мы не беремо тех, кто находится в полоне в так званых ДНР, ЛНР. Навіть тут выносим их задушки. 29, про яких мы знаем? про яких мы знаем. Я нещодавно тоже изучал это вопрос. Там были абсолютно... 29, включая Надежду Савченко. Надежда Савченко и еще 28 человек. Так, И их количество увеличивается. По троху и увеличивается. Там есть абсолютно фантастичная история, например, история украинца Литвинова, мешканца Луганской области. Это человек с 7 классами области. У него влитку 2014-го у него заболели зуби. А оскільки он не имел доступа до лекарей, боевые действия отрезали доступ до ближайших лекарей, ему кто-то подказал перейти через кордон, который, де-факто, не особо контролировался в Ростовскую область. Где его затримали, его намагали звинуватить в убийстве близко 40 людей там на Сходе. И в массовых взвалтуваниях там тоже там рахунок иде на десятки. И эта людина тортурами, ее замысла, людина, которая была 7 классов область, которая, за свидетельствами односельчан, ледве могла писать и читать, которая работала просто разнорабочим. В его показах справа, я бачу, эти материалы благодаря правозах защитникам есть в открытом доступе, он на показах сказал, что он предпринимал действия, направленные на уничтожение русскоязычного населения Луганской области с целью и так далее. Тобто, какие-то невероятные формулирования для человека с 7 классами области. Потом, даже российское судочинство доказали, что эта справа сипеться. Сейчас ему шият бандитизм. Есть другие абсолютно вещи, которые требуют ответить. Таких историй есть очень много. На жаль, я спілкувался с этими правозахисниками украинскими, которые запустили кампанию Let My People Go, которые следят за этими справами. Они рассказали мне, что певная коммуникация с Министерством закордонных справ, конечно, есть. Она существует. Не можно сказать, что влада усунулася. Но, за мою информацией, отдельно, например, консульство, в Екатеринбурге, там, где пребывал пан Сенцов, оно не делает всего того, что должно быть для защиты прав нашего общества. Поэтому я обратился больше к политикам именно с тем, чтобы они больше тиснули. Я только одно раз скажу. Приводи наших консули, наши консули насправді в тих жахливых умовах, в которых они пребывают, они делают очень много, даже больше, чем могут, для того, чтобы допомогать нашим увязанным политическим вязням защитить их права. Это правда. Я это видел на свои очи. И в Москве пан Брискаленко, назву прозвища, и в Ростове пан Маскаленко, которые действительно допомагают для того, чтобы наши громадяни хоть минимально имеют проблемы там колоссальные и поражены в правах здесь. И мы эту проблему должны решать, может быть, слушать. вообще пасос выступления господина Лелича застоял в том, что даже если там 99% будут настроены проукраинские, я внимательно слушал, что он сказал, но я считаю, что мы игнорировать отношения крымчан и строить фантастические сценарии в отношении того, как там будет, мы должны делать то, что мы можем. А второй момент, это то, что у нас действительно должна быть четкая государственная политика в отношении взаимоотношений с Крымом. И когда на границе, административной границе с Крымом взрывают опоры, и это говорят, что это делают активисты, это только у нас в стране говорят, что это активисты. А в той же Голландии говорят, что это бандиты и террористы, которые взорвали на мирной территории, взорвали энергетические линии. Поэтому Украина должна делать четкие шаги, показывая, что она действительно правовое, сильное государство. Ну, риторика, шановое товариство, риторика опозиционного блоку это понимает, но я бы хотел сейчас, чтобы мы не шукали виноватых и не повернулись, что было, а констатировали факты, что есть и что нам в дальнейшем делать, чтобы повернуть Крым. Что есть, мы знаем. Что делать, Одну хвилинку, я бы хотел сейчас навести некоторые цифры. Значит, экспорт в Крыму уменьшился от 849 миллионов долларов до 73 миллионов. Что нам считать импорт уменьшился, одну хвилинку, от 976 миллионов до 93 миллионов, увеличился уровень безработицы, количество пенсионеров, прямые инвестиции впали в больше чем 10 раз. Это то, что есть. Что нам нужно делать? Нам нужно, по-перше, обратить внимание на Крым. Потому что, на жаль, у нас позиция до сегодняшнего дня была такая. Дай Бог нам разобраться с Донбасом, а уже позже будем думать, что делать в Крыму. Так вот, чем меньше мы занимаемся Крымом, тем больше он от нас отходит. Это очень слова, простите, Андрей. Давайте конкретно. Что можно сделать? Друге вопрос. Мы програем информационную войну полностью. В нас информации крымчанам про то, что происходит в Украине, какие реформы или не реформы происходят, и что мы пропонуем Крыму. А как проинформировать? Как? Как минимум відновить ретрансляторы. У нас все каналы украинских не показывают. Как они вещают? У нас, вы понимаете, а мы не можем на жалю, потому что их там немає. На Донбасе их немає. Политика не станет так самим провалом. Спутники не имеют возможности выхода на кабельные сети. Спутники не могут. Для того, что мы сейчас с вами здесь разговариваем, наш сигнал идет на спутник, дальше этот сигнал со спутника берут операторы кабельной сети. Вашу передачу очень многие крымчане. В Крыму очень многие смотрят. Очень многие интернет существует. Кстати, спутники это приятно, но я думаю, что это не решает проблемы. Евгений, сейчас вот два месяца назад в Киеве воссоздали Таврический национальный университет. Проректор профессор Казарин, русский человек, переехал сюда, вместо Багрова его назначили. Сейчас 8 тысяч студентов крымских будут учиться. Россия дала 15 тысяч квот выпускникам крымских школ на материковой России, чтобы они туда поехали, оплачивают им все. Мы все знаем сына профессора Казарина, он очень известный руголист Павел Казарин. Россия дала 15 тысяч квот выпускникам школ крымских, оплачивает поездку, проживание, питание, чтобы они поступали. Почему Украина дала 120 квот для крымчан, для вузов, если люди хотят учиться здесь, если они хотят выкинуть те дипломы, потому что они с ними никуда в Европу не поедут из Крыма. Почему? Что это так сложно сделать министерству образования, здравоохранения? Это же очевидная вещь. Понятно. Я прошу прощения. Я хотел бы сейчас дать слово к студии. Пишу, пожалуйста, прошу в студии, у нас не так много времени остается до конца программы. Владимиру Федоровичу хотел предоставить слово. У вас есть какой-то взгляд, я не знаю, какие-то рецепты относительно того, как Украине вернуть Крым. Построить сильную страну, страну, которая прежде всего сможет защищаться от долгосрочной долговременной угрозы, которая находится на севере и на востоке. Давайте быть реалистами, понимать, что можно надеяться на лучшее, а готовиться нужно к тому, что скорее всего будет. А будет опасный, агрессивный, индоктренированный на 90% в плане населения сосед, для которого, для правящей элиты, которая непонятно, как может поменяться без революции, без распада государственности нынешней российской, для которой цель уничтожить Украину, это, можно сказать, вопрос ее существования, этой самой российской элиты. Поэтому нам нужно сокращать государственные расходы, которые у нас запредельны, сокращать государство, иметь сильную армию, тратить деньги на то, что входит в базовые функции государства, и открывать, открывать, открывать экономику, для того, чтобы, наконец, в стране возобновился экономический рост, и через 10 лет крымчане, глядя на то, как развивается Украина, не просто на базарах друг с другом говорили, что мы совершили ошибку, а переходили к активным действиям, приезжали в Украину, учились в украинских вузах, хотели назад в Украину. Нам нужна сильная страна, и прежде всего нам нужно сильное государство и сильная армия. Ну что ж, господа, я думаю, что это очень хорошая точка в нашем сегодняшнем разговоре, потому что тем временем наше время подошло к концу. Услышьте то, что сейчас говорил Владимир Федорин, читайте его книгу, которую он написал вместе с главным автором Борисом Ложкиным «Четвертая республика», с чем мы его еще и поздравляем сегодня. С вами мы встретимся в этой истории через неделю. Спасибо.